Девушки отдыхают Всеми отринуты Но я, слепой, вижу то, что недоступно зрячим Что иногда судьбу нужно поторопить Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Длительность вот этого спринта у нас составляет 12 секунд Колдаун 17, по табличке еще разберем И, конечно же, что самое неприятное, это 15% бонуса дамаги по нам повышено Все типы урона увеличиваются по персонажу Если вы, допустим, там Лагуной Лины пробиваете, то на 15% больше Слардар получит Или просто с руки там, или с каких-то других типов урона Все, получается Слардар немного больше, на 15% под действием спринта Это такие основные моменты Ну и что ж, давайте теперь посмотрим по табличке, что у нас есть Выезжает табличка и давайте смотреть Дополнительный получаемый урон 15% Это именно то, о чем я и говорил То есть персонаж, независимо от фиксированного урона Допустим, урон 300 на 15% больше получит То есть не 300 получит, а уже там примерно 340 То есть если залетает какой-то нюк В случае, если на вас накинут этот спринт Этот спринт никак вы снять не можете Если вы его уже нажали, то, соответственно, этот спринт будет работать Так что вот такая тема Далее, дополнительная скорость передвижения 20, 28, 36 и 44% На ласт уровне 44%, но это, то есть получается вообще просто 522 Он будет постоянно, просто у него даже будет ПТ-шка И у него будет 522 скорость передвижения Типа, ну это на самом деле очень круто И это позволяет очень хорошо пользоваться этим персонажем в гангах То есть, ну, если хотите быстро напасть То, конечно же, нажимайте спринт и дамажите Следующая тема, которая у нас тут есть, это перезарядка 17 секунд Длительность 12 у нас получается, а перезарядка 17 Очень интересная тема, кстати Получается, вы постоянно можете двигаться под спринтом Очень сильно эта тема помогает во время гангов Образно, если у вас Слардар на четверке Вы просто нажимаете спринт и бежите При этом обратите внимание, что нету никаких визуальных эффектов Если на 83-й у Слардара появляются такие синенькие какие-то штучки То тут они не появляются И, конечно же, не сигнализирует о том, что Слардар находится под, так сказать, амплификацией дамага Под ускорением, да, получается у Слардара Первый спелл дает амплификацию по саму Слардару на 15% получения большего урона Так что, ребятки, держите в курсе эту всю контору И, конечно же, не забывайте, что в драках нужно этой способностью пользоваться немного аккуратнее Если фокус весь идет на вас, то вы очень быстро можете умереть, включив спринту Так что вот такая, друзья, ребята, тема Друзья, ребята, тема, лол, что я сказал Ладно, не суть, поехали на второй спелл Следующая способность на нашем персонаже это Слизерин Краш Данная способность позволяет оглушить оппонентов всех в радиусе При этом нанести физический урон И, конечно же, замедлить после того, как они выйдут со стана Но, на самом деле, это замедление накладывается еще даже во время стана Так что тут есть определенная специфика И можно тут, так сказать, немного разгуляться Давайте прокачаем эту способность, посмотрим, что она делает Ходки у нас R, прокачали данную способность Нажимаем R и смотрим, что происходит Вот такой вот идет эффектик И Слордар вот здесь вот закрашил землю Радиус вот этого краша составляет 350 единиц Это массовый такой стан, который нужно делать вот так вот Вы заходите в толпу и, конечно же, раскидываете этот стан Есть тут одна приколюха Приколюха заключается в том, что стан есть и замедление О замедлении я уже говорил Иногда может быть эффект такого, знаете, вот этого краша Вот видите, вот эти вот какие-то всплески Но вы можете не, так сказать, не наложить стан на оппонента А наложится только замедление Это все из-за того, что вы превышаете дистанцию вот этого краша То есть получается не 350 единиц, а там определенное количество Чуть-чуть больше получается И вы просто замедляете только оппонента И все, к сожалению, сейчас, наверное, у меня это не получится на тесте показать здесь Но в целом, я думаю, некоторые ребята, кто играли на Слордаре Когда-нибудь замечали, что вы вроде крашнули А персонаж такой всплеск был И он пошел дальше, но он был замедлен Это значит, что станом вы немножко не достали, а замедление наложилось Так что такая тема, ребятки, бывает Но ничего страшного, это механика игры Ничего в этом такого плохого нету Что ж, давайте разбирать по уровням прокачки данную способность И посмотрим, что у нас улучшается с уровнями прокачки Для этого нам нужна будет вот эта вот табличка Смотрите, поехали Радиус 350 Это именно вот эта АОЕшка крэша Которая позволяет как можно больше персонажей охватить в это оглушение Следующее Урон 75, 125, 175 и 225 единиц Урон небольшой, но это физический урон А это значит, что чем меньше армора, тем больше с этого урона вы нанесете Так сказать, ну, урона получается Получается так Хорошо Следующая тема у нас Замедление скорости передвижения 20% Это после того, как вы застанили Идет накладывание замедления Да, надеюсь, вы это понимаете После того, как вы крашнули Идет замедление Но это замедление еще и вешается во время того, когда персонаж находится в стане Да, это замедление работает именно так То есть получается время стана И, конечно же, потом замедление еще продолжается во время стана И после стана Да, надеюсь, вы поняли Хорошо Замедление скорости атаки Второй спел также еще и замедлит скорость атаки В случае, если вы едете и захотите немного побиться с лордаром То вы будете, конечно же, бить немного медленнее Следующая тема, которая у нас тут есть Это длительность замедления Длительность замедления у нас составляет 2 секунды При этом замедление будет и на АС, и на МС Как вы уже поняли Следующая тема Это длительность оглушения 1.6, 1.9, 2.2 и 2.5 секунды 2.5 секунды массового стана В радиусе 350 Это, по-моему, очень-очень даже круто Монокос такой 80, 95, 105 и 115 Перезарядка 8 секунд Перезарядка очень маленькая И это не может не радовать Я всегда любил сладара, если честно Один из таких любимых персонажей был И до сих пор этот персонаж у меня, я думаю, стоит в таких, знаете, певрит хиро И на нем реально действительно приятно играть Потому что он мобильный А я люблю мобильных персонажей И он, конечно же, очень крепенький Очень крепенький в плане того, что может дать Чапалаху любому Но нужно правильно им юзаться Потому что персонаж, на самом деле, под спринтом очень ватный Так, ну что ж, табличечку мы разобрали Давайте проведемся по некоторым тестам Данная способность у нас наносит физический урон А это значит что? А это значит, что, посмотрите на Найкса Это значит, что пробивает все рейджи и пробивает БКБ Но не накладывается стан Не накладывается замедление никакое Но, но наносится урон Надеюсь, вы на это обратили внимание Давайте еще раз сейчас посмотрим То есть, смотрите, оп, вот так вот крашнуло И, конечно же, Найкс у нас получил урон Но не получил никаких замедлений Не говоря уже о тех персонажах Которые, вот видите, у него тут стан Вот и замедло пошло Оп, и замедление проходит И персонаж побежал То есть, тут вся эта тема работает Также эта тема будет работать Также через БКБ Смотрите, урон наносится Но на БКБ ничего не накладывается То есть, станы не накладываются Замедление не накладывается Но урон вы так сможете нанести То есть, если там, образно, даже Юрнеро крутится в своем спине И у него там лоу ХП И вы, чтобы не бить, можете просто крашнуть по земле Накинув туда амплификацию Нанесете очень много урона Так что вот такая вот у нас, ребятки, приколюха Насчет замедления Смотрите, там написано Итем Диф Давайте посмотрим 2-4-2 Насчет замедлений Написано, что вы можете снимать это замедление Но замедление, как я вижу, не снимается И не понимаю, почему на сайте Айкапа Иногда написано одно А не получается, так сказать, развеять Вот, допустим, я пытаюсь задифьюзить Это замедление Но оно, так сказать, не развеивается Хотя написано Замедление Можно развеять любым развеянием Углушение можно развеять сильным развеянием Да, получается, что нельзя Так что вот такая вот у нас тема Ребятки Надеюсь, вы поняли По станчику Очень простенький стан Главное, запомните, что это физикал урон Что это у нас с определенными уровнями прокачки Длительность больше Стана Ну и, конечно же, урона Также вы нанесете побольше При этом определенный монокост у нас имеется И, конечно же, хороший, приятный колдаун Вот такая способность, ребятки Погнали на следующую способность Итак, друзья Следующая способность на нашем персонаже Это, конечно же, наша пассивочка Она называется Баш Ходки у нее Б Давайте ее прокачаем И что она у нас делает? Данная способность может улучшить наши пассивные атаки А как она улучшит? Она добавит стан на оппонента Баш Баш То есть пассивные наши атаки будут башить наших оппонентов С определенной процентовкой В зависимости от уровня прокачки, конечно же Также стоит подметить, что Третья пассивная способность у нас Баш Она не имеет уникального модификатора атаки Это, соответственно, можно собирать сюда Дезоляторы и Скади Конечно же, не забывайте о орб-эффектах Которые у нас и есть А именно этот Дезоль и Скади Они не стакаются Но можно ими играться В зависимости от того, как вы, конечно же, там положите Посмотрите отдельный видос Что у меня есть на канале по орб-эффектам, если вам это интересно, ребятки Не забывайте И баш Не перебивается у нас с никакой этой темой Но Баш Третий спейл Не стакается с абисселом И с обычным башером Не стакается, ребятки Это значит, что нельзя сюда собирать вот этот артефакт И, конечно же, грейженный вот этот артефакт Также нельзя сюда ложить нам в инвентарь Потому что у вас не будут они работать, ребятки Не будут Поэтому не рекомендую Что ж, давайте посмотрим Побьем оппонента, и что у нас улучшилось Смотрите Когда вы атакуете оппонента Может сработать вот такой вот Кратковременный станчик Который оглушит оппонента И нанесет ему Определенный дополнительный урон В зависимости от уровня прокачки Этот урон также у нас возрастает Также у нас Есть Вот, видели? Оп, станчик вылетел И, конечно же, у нас персонаж Ушел в небольшой такой станчик У нас третий спелл не имеет калдауна Поэтому из стана можно постоянно не выпускать Если у вас будет хорошо раскачан третий спелл И будет хороший шанс Именно 25% на ласт уровне То, конечно, вы сможете Оглушать постоянно оппонента И ему будет наноситься больше дополнительного урона Причем этот дополнительный урон В зависимости от уровня прокачки Также возрастает Но еще и третий спелл У нас Вот этот дополнительный урон Который наносит Считывает именно физическое сопротивление А это значит что? Чем меньше здесь армора Тем больше с этого бонусного вы нанесете Вот такая вот приколюха Это мы потом тоже еще потестим И посмотрим Смотрите, выезжает у нас табличка Давайте разбирать Шанс оглушения 10, 15, 20 и 25% То есть 25% шанса Что вы при обычной атаке Оглушите оппонента Это очень много 25% Урон 60, 80, 100 и 120 120 физического урона на ласт уровне При этом этот физический урон Будет считываться В зависимости от Конечно же Количества армора Это я уже повторяю второй раз Потому что это нужно знать Чем меньше армора Тем больше нанесется С третьего спела Там бывает даже по 400 По 500 урона Смело наносят Потому что Чем меньше армора Тем жестче Слардар может убить С 2-3 тычек Если вылетает У него там баш вот этот И под амплификацией Это просто ужас Но это мы потом покажем Следующее Смотрите Длительность на героях И длительность на крипов На крипах Данная способность Висит чуть-чуть больше 2 секунды На крипах Работает у нас вот этот баш А на героях Одну При этом нету тут Калдаунов Со стана можно просто Не выпускать Тык-тык-тык-тык-тык И герой просто Вечно может стоять в стане Так что вот такая тема Написано Что проходит Через БКБ Очень даже интересная тема Что данные станы Работают у нас через БКБ Но это обычный баш Так сказать Что артефакт Что Что артефакт Что абиссалы Что вот эта вся тема Оно все Всегда работало через БКБ Поэтому не нужно путать Это никакую тему С другой какой-нибудь темой И конечно же Бояться Поэтому Вот такая приколюка Как я уже говорил ранее Это не является модификатором Атаки уникальным Соответственно Орб эффект сюда можно И Сильверейдж Сильверейдж отключает Данную способность Слардар побаивается Сильверейджа Поэтому ребятки Будьте бдительнее Если против вас Играет Слардар Сильверейджа Даете чипалах И он не может вас Застанеть с помощью Своей пассивки Так что Вот такая ребятки У нас тема В принципе По пассивочке Разобрались Поехали смотреть Ультимейт Ну и крайнее Друзья На сегодня У нас способность Это амплификация дамаги Данная способность Позволяет Слардару Накинуть на оппонента Метку Которая будет Показывать Местоположение Этого персонажа При этом Давать вокруг Вижен Еще Давать Трусайд В случае Если персонаж Зайдет в инвиз Ну и конечно же Снять Очень большое Количество Армора Данная способность Очень хороша Во время гангов И в целом Для контроля Каких-либо юнитов Данная способность Также еще накидывается На БКБ Но это мы Чуть позже покажем Ходки у нас Джи Прокачиваем данную способность И у нас тут Дальность применения 700 единиц Как это будет все выглядеть Вот так вот Накидываем на оппонента И персонажа Мы теперь будем видеть И при этом Куда бы он ни пошел Мы будем видеть Везде Где он находится Пока идет Длительность Вот этой амплификации При этом обратите внимание У него сейчас У Чена Минус 10 армора И обратите внимание Какой дает жесткий Вижен Данная способность Просто как днем Вот просто все у нас Видит персонаж Как будто Ходячий вар Да То есть посмотрите Просто у нас Вот эта амплификация Дает очень большое Количество вижена Ну и как Кончается у нас Амплификация Соответственно Вижен пропадает Чен ушел Все Чена больше нет На крипах Эта способность Тоже идет у нас Определенное время Но это мы будем Еще разбирать Смотрите Давайте Ну пройдемся Наверное по Табличке Сразу Чтобы вы уже понимали А потом пройдемся По тестам Поехали Смотрите Выезжает табличечка У нас Дальность применения 700 Снижение брони 10, 15, 20 единиц Чем меньше армора Тем лучше Данная способность Снимает сразу 20 армора При этом Не важно Какой-то Родной армор Плюсованный Этот армор Снимает все То есть Это не как Допустим Пассивка Таурена Которая Фиксировано Снимает Только родной Этот у нас Эта амплификация Снимает все Абсолютно Вот 20 армора И армор Уходит в минус Посмотрите Вот тут Минус 35% Соответственно Что с физикал Дамаги Будет уже бонус Наносится на 35% То есть Это вот такая Приколюха У нас работает Далее Что у нас там есть Длительность 25 секунд Монокост 25 маны И перезарядка 5 секунд Каждые 5 секунд Можно накидывать На оппонентов Но кстати У нас тут есть Еще квиккаст Этот квиккаст Если честно Я никогда не проверял Как он работает Но ненавижу Эти квиккасты Они абсолютно Бестолковые Я считаю И никогда не ставьте На эти квиккасты Иначе герой Возможно Когда-то по механике Играет Что-то там Придумает И конечно же Начнет Накидывать На кого хочет Давайте накинем Мне крипа И посмотрим Сколько у нас Будет длительность На крипе Потому что Нет никакой информации Если на обычном Героя у нас Длительность Составляет 25 секунд То на крипах Она по идее Должна быть вдвое больше Также можно Еще накинуть И на курьера Оппонентов Вот такую вот Меточку И можно еще На эншентов Накинуть Чтобы было видно На крипах То есть получается Вот так вот Немного завардить И также можно Накинуть еще И на Рошана Как правило С помощью амплификации Вот этой вот Амплификации Дамаги Сларднар Очень хорошо И быстро Забирает у нас Рошана Смотрите На за эти уже Окончилась Так сказать Длительность Этой способности Но на крипе Еще висит То есть По идее В два раза больше Должно висеть На крипе Даже я закину Еще раз Сколько там Времени уже прошло И посмотрим Сколько висит Даже возможно Полторы минуты Но сейчас мы это затестим Если честно Не знаю Сколько на крипах Висит Но мы сейчас посмотрим И в принципе Сделаем какой-то вывод Возможно даже в полтора В два раза больше Висит на крипах Данная способность Потому что я даже не вижу Что она просто Даже еще моргает Она даже еще не моргает У меня уже второй раз Сейчас амплификация Здесь кончится Смотрите При этом Что я еще ждал Определенное время Смотрите Она уже кончилась 25 Это значит Что уже Минута минимум Минута минимум Висит Минута минимум Это будет Довольно-таки Интересный тест Даже мне самому интересно Сколько на крипах Висит Просто нигде информации Об этой теме нету Смотрите Я уже третий раз Сейчас тут закончился Походу Две минуты На крипах Висит Ребятки Это жесть Прикиньте Просто на две минуты Вы такой вот Вард Закидываете В лесу И это можно будет Использовать Как какое-то Определенное Серьезное оружие Посмотрите Я уже сейчас Какой раз накину Я уже не знаю По-моему Четвертый уже Или третий Но до сих пор Еще висит И это Довольно-таки Интересно Давайте Тайм 6 Напишем Четвертый раз По-моему Я уже Накидываю На него Амплификацию И даже Вот только Сейчас Начало Моргать В общем Получается Где-то Две с половиной Три минуты Где-то Висит У нас На крипе И это Очень Очень Ребятки Много Можно Использовать Как вардинг Если честно Я помню Что Можно накидывать Но Висит Очень долго Очень долго Две с половиной Три минуты Где-то Примерно Висит Напишите В комментариях Если кто-то Тестил Досконально Просто Сейчас На гайде Не очень Хотелось бы Это максимально Жестко Вытесчивать И конечно Ну если Я посчитаю Вот здесь Сейчас будет Написано Сколько Примерно Висит Окей Это мы Разобрали Далее Какие у нас Тут есть Приколы С амплификацией Ребятки Амплификацию Можно накинуть Вот так Вот на персонажа И вы Спокойно Снимите Либо БКБ Либо Рейджем Эту Амплификацию И соответственно Она слетает Это очень Легкий Дебаф Который Снимается Чем хотите Диффузовой Какими-нибудь Мантами Юлами Это очень Слабый Дебаф Который Действительно Очень легко Снять Также Смотрите Есть у нас Еще Приколюха Если я Сейчас Снял С лордар Амплификацию БКБ То можно Еще снять Рейджем Но Но Вы можете Накинуть На БКБ И на Рейджи Никакого Ограничения По накидыванию Нету То есть Если вы Хотите Накинуть На кого-то В БКБ Или в Рейджи Вы спокойно Это сделаете Это очень Очень просто Ребятки Никаких тут Ограничений Нету Но снимается Это так же Легко Как и Накидывается Ребятки При этом Ну КД 5 секунд В принципе Тут очень Очень легко Это все Дело Демо Боже Я запутался Это дело Очень легко В принципе Делается И можно Это так сказать Юзать Далее Давайте Накинем И за диспелем Диффузой Как видите Все прекрасно Снимается Очень Очень простенькая Тема Что ж Давайте Сейчас посмотрим Сколько Можно будет Нанести Урона С вот этого Баша В случае Если вы Пробьете Под Амплификацией Какого-либо Оппонента Давайте Это будет Найкс Посмотрите Посмотрите Сейчас я Тычканую Как дамага Скаканет Смотрите Опа Видели Сколько урона Нанеслось Прям очень много Очень много Урона Нанеслось И это Баш Всего У нас Тройку 100 Бонус урона И в теории Должно Нанести Там 200 По идее Примерно Где-то 150 Урона Это Очень Очень Много Но Посмотрите Просто Я бью Баш Вылетает И он Этот Баш Сносит Как Две Мои 200 Урона Примерно Сносит Уже Баш И считая Того Что Эта Амплификация Только На 15 Армора На 15 Армора Это Очень Очень Ребятки Много Но В принципе Тут И все И так Понятно Ребятки В линку Эту способность Нельзя Накинуть Линка Будет Сбиваться Но И прикольно Так Сказать С С С С С С С С В принципе Все Тут Более Ничего Знать Не Нужно Насчет Трусайта Я также Ребятки Говорил Если Там Минус Этем Сил Допустим Образно Там Сильверейш Персонаж Забегает В инвиз То в инвизе Его Соответственно Видно Но Как только Метка Закончится То Соответственно Персонажа Перестанет Быть Видно И конечно Урона Вы Ему Не Нанесете Никак И не Будете Его Видеть Так Что Вот Такая Ребятки У нас Тема Вот Такой У нас Сегодня Был Обзор Слордар Надеюсь Данный Обзор Теории Вам Понравился Очень Простенький Ребятки Герой Очень Легко Его Контрить Сейчас На практике Я вам Покажу Как можно Играть Этим Героем В четверке Сыграем В четверке Ведь Слордар Это Чаще Всего Четверка Потом Сыграем В коре Конечно И сыграем Мощную Секретную Катку В определенном Билде Я думаю Он вам Тоже Понравился Ребятки Если В случае Какие-то Есть Непонятки По данному Персонажу Пишите Комментарии Я всегда Отвечаю Конечно Если Если Нахожусь У компа Или Если Приходит Оповещение Четко Четко Заходить Вот так Комментарии Прочекивать У меня Не всегда Получается Но Если Какие-то Вопросы Сразу Пустого Как Гайд Вышел Я стараюсь Сразу Мгновенно Ответить Поэтому Ребятки Пишите Если Что И Я Вам Отвечу В случае Если Есть Какой-то Вопросик На этом Все Ребятки Погнали У нас Смотреть Жесткую Практику Как Я уже Сказал Интересные Каточки Вас ждут Тянуть Не буду Поэтому Пожелаю Всем Приятного Просмотра Спасибо Что Смотрите Что Лайкайте И Все Поехали Парни Летс Гоу Итак Ну что Друзья Загрузилась У нас Каточка И Сейчас Мы Будем Играть С Лордаром Скорее С На Четверке Первая Игра Всегда Должна Быть Такая Как Надо Игра Как Надо То Как Нужно Играть На Героя Баним Всех Персонажей И Сейчас Поговорим О Контроле Наш Персонаж Не Любит Каких Знаете Таких Контролей Типа Хиксы Рут И всякую Прочую Такую Тему Потому Что У нас Имеется Проблема С тем Что Мы имеем Амплификацию На первом Спейле Соответственно Если Нас В первом Спейле Ловят Кидают Стан То Мы Очень Много Получаем Дамаги С Лордара Можно Брать На ФП И В принципе Не Бояться Потому Что С С С С Очень Сильный Герой И Очень Хороший Герой И Если У нас Сейчас Будет Какой Нибудь Хорошенький Саппортик То Мы Покажем Все В лучшем Виде Ну Или Конечно Если Хороший Лейд Можно И В четвертую Позицию Четвертая Позиция Давайте Напишем Если Вдруг Сейчас Не Получится Пойти В четвертую То Пойдем На Изи Лайн И Будем Колотить По Пуш Очень Хорошо Подконтрить Найкс Но Опять Таки Это Все До того Момента Пока Лордар Не Появляются Какие-то Маломальские Полезные Вещи Мортредка Например Тоже Считается Небольшой Проблемой Потому Что У нее Промахи С Лордар Бьет А Если Он Не Бьет То ГГ Очень Хорошо Наш Персонаж Контрит Виверов Всяких Рикимар Но Это Я Говорил Уже На Теории Опять Таки На Теорию Если Что Заходите Просматривайте Всю Эту Контору Ну И Что Ждем Сейчас Пропикаем Если У нас Сейчас Будет Какой-то Дополнительный Керри То Мы Идем Вот Сюда На Низ И Заставляем Его Фармить А сами В то Время Занимаемся Роумер Скими Делами Ну Посмотрим Если Вдруг У нас Не Будет Сейчас Никакого Керри Керри В катке То Пойдем Тогда На Единицу На Основную Роль Опять Таки Сейчас Это Все Решим Мид Мид Химик Идет Идет Вот так Напишем Мид Химик Идет В принципе Вот эти Герои Не проблема Для Сладара Если Честно Сладар Вообще Такой Герой Что Для Него Не Вижу Проблемных Персонажей Но Только Если Иллюзионисты Или Шейки Или Адмирал Ес Го Ес Го Не знаю Возможно Я сейчас Буду На Единицу Но Если Что Четверку В любом Случа Мы Отыграем Ребятки Может Не В первой Капке Но Во второй Точно Сладар На Четверке Это То Что Я Люблю В целом До Сладара Я В принципе Полюбливаю Потому Что Он Очень Хороший Герой Который Может Двигаться По Носить Максимально Приятный Персонаж Для Время Препровождения В дотке Как говорится Знаете Такую Контору Знаете Если Не Знаете То Узнаете Билды У нас Тоже Будут Разные В секретной Катке Будет Секретный Билд Возможно Сейчас Первая Катка Будет Дефолтный Какой-то Керри Семи Керри Первая То есть Первая Позиция Потом Будет Еще Четверочка Четверочка Будет По Я в единицу Пойду Да Я так чувствую Что я тут На единицу Буду Погнали Если Единица У нас То тогда Будем На единице Как говорится Первая Катка Получается На единицу Случай Если Вы на Слордаре Будете Фармить Хорошо Разобрались Просто Я не вижу Чтобы у нас Кто-то Еще Дополнительно Фармил У нас Ест Некролайт То есть Тут Как бы Некому Фармить Обычно Знаете Как делается Допустим Хардлайн Идет Магнус На езилайн Идет Джиггернаут И вы идете На Слордаре На четверке С Венгой Венгой Слордар Допустим Четверка Пятерка Пятерка Венгой Слордар Четверка И на меду Образно Какая-нибудь Лина И все Катка у вас Предрешена Два героя Это Слордар И Венгой Они будут Двигаться По карте Слордар При этом Берет на четверке Сапог И побежали Будет все Отлично Берем Стан Независимо От игрового Процесса Что сейчас Будет происходить Стан Берем Сразу Алхимику Помогать Будем Помоги Руну Помоги Вот так Алхимику Надо забрать И по раскачке Тоже я расскажу Раскачки у нас Будут немного Разные Что в четверке Что в единице Сейчас играем На единице Ребятки О четверке Больше разговор Я не буду затрагивать Потому что четверка Отдельный видос Будет Смотрите Гайд до конца И будете знать Немного больше Все Погнали Хускар Пофиг вообще На Хускара Хускара Уничтожим Сейчас Уничтожим Вот так Даешь Ооо Я как обычно Ару ловлю Кстати Алхимик Монету забрал Хорошо Все нормально Это пятиминутная Ару была Это жесть А что Можно забрать Что я отхожу Можно забрать Что я ухожу Так Хп у меня нет У меня тут душа Тут лордары Есть одна Приятная фишка Это большое Количество Армора На ранней стадии Это рили Очень годно Очень приятно И поэтому Это Вообще пушка На ранней стадии К сожалению Или к счастью Маны Вообще Стан не берет Поэтому Ну типа 80 маны И станчик В принципе Приятный 1.6 Причем массовый Это прям пушка Что-то ребята там Продолжают душиться Душиться Продолжают Посмотрите Бегают за этим Яцом Очень много Времени теряют Моя задача На первой позиции Не толкать линию Здесь Стоять просто Аккуратно Подфармливать Желательно Просто вот так Вот делаете Оп Вот так вот Все И Линию Немножко Подвыравниваете Все будет огонек Самое кстати Неприятное Когда С вами играет Какой-то Саппорт Знаете Какая контора Чтобы Вам Не руинили Крипов Вот этой Автоатакой Деда Обычно Обычно Неопытные ребята Любят деда Побить Ну нифига себе Три героя здесь Деда просто Стоит Вот так вот И колотит Просто стоит И колотит И отставляет Ему там Ластхит Грань HP И Типа Ты Вынужден Сразу Бежать Волосы Назад Для того Чтобы Подластхищивать И это На самом деле Очень сильно Руинит Так Давайте Вот сюда Перетянем Оп Хорош Бегайся Там Тараканов Закидывает Надо Кстати Подфармить Оп Подластхищена Оп Подластхищена Хорошо Плюс 60 Щеточка У меня нет Это Очень плохо Потому что Тут Два Ранджевика Который Тычкует И Нужно Будет Сейчас Как-то Выкрутаться Какие-то Делать Ну Они Пушат Линию Это Радует Сейчас До Магазика Дойдем И будет Хорошо Что там На топе Ребята Суету Наводят Да Суету Наводят Давайте Стик Возьмем И Щеточек Стик И Щеточек Вот здесь Можно Закупиться Оп Стик Щеточек Тпшечку Возьмем Фарма Тут Как такового Особо Я думаю Не будет Но В целом Экспириенс Имеется Раскачка Будет У нас Второй Конечно Берем Макс До Седьмого Левела Станчик Возьмем На восьмом То есть Баш Возьмем На восьмом Левеле Я так думаю По крайней мере Пока что Думаю В принципе Спринт Просто такая Тема Вот 20% На первом Левеле И 28% На втором Особо Разницы Нету Но 36 И 20 Уже Разница Есть То есть Есть смысл Вкачивать В тройку Тройку В двойку Точно Спринт И со спринтом Работать Очень хорошая тема Что по первому Артефакту У нас в лордаре Чаще всего Берут По первому Артефакту Если у вас Очень активная Команда Или вам Просто нужно Перегангить Чаще всего Берется Даггер Просто Сразу Взяли Даггер И пошло То есть Допустим Образно ПТшка Даггер И погнали Катка будет Кстати в этой Игре Через ПТ В любом случае Никакие Ни фейзы Потому что У нас статус Фейзов Есть на спринте И это очень важно Если на 83 карте Статуса Фейзов Под спринтом Нету То в этой карте Конечно же Все есть Так Ну вроде Фарм нам дают Патма вроде Пытаются Пытаются Ну уже совсем Наглее Тут это уже Совсем наглость Понимая что У меня нету хила Надо сладара зонить А потом будет Бобошечка Но К сожалению Это все равно Не поможет Как говорится Тут все Предращено Предращена Каточка По крипстату В принципе 20 крипов На третий Пойдет Более-менее Но Не считая того Что тут Ранжевики стоят Хорошо Даже я бы Сказал Хорошо Ласхитить Нас лордаре Приятно Приятненько Прям Надеюсь Ивер не обидится Если я его Добью Ясно А ровно Я умер 100% Боже Как же Долго Я стою В стане Но Умираю Все равно Как вот эту Ару Можно было Поймать Я не знаю Ну да ладно Это не особо Решит Ранняя стадия Она в принципе Хорошо решает Но Самое обидное Что я сейчас Тут могу Прогулять Очень много Крипов 8 секунд Да нет В принципе Два крипа Я только прогуливаю Вторую Ару За игру Я поймал Она кидает Две стрелы И две стрелы Я ловлю Тупо Знаете Ну Классика О которой Я могу вам сказать Давайте Баш Сейчас Возьмем Все равно Мы фармим Как бы Будем Если с руки Драться Будет Все нормален Хорошо 25 на 4 Крипов Это нормально Ребятки 25 крипов На 4 Это даже Хорошо Я бы сказал Знаете Что Надо было Написать После этой Смерти О Виверу ГГ Никуда Не денется Я подстану Специально Чтобы застилить Мне именно Стил надо Нормально Фиссурой Он закрыл Я думал Еще подкрашивать Нет Подкрашивать Или нет Сейчас Берем Стан Хорошо Так сказать Микро Оплошность Была Сейчас Мы эту Оплошность Не достаем Оп Давайте Отменяем Стан Хорошо Но сейчас Типа ночь Я не вижу Ну здесь Вот слишком Мало времени Да Типа Чтобы Среагировать Бестолковый Орл Такие Ловлю Главное То Что Вначале Да Главное То Что В конце Происходит Так ПТ Есть У него Кстати Прыжка По-моему Нет Если Ед Сейчас Оу Прыжка У нее Нет Ну Есть Все равно Догоним Или Не Догоним Я Дальше Не Пойду Знаете Как Сделаем Обхитрим Немножко Переиграем Так Сказать Переиграем Чуть Когда Там Даблкил Кто-то Делает Гирыч А это Страшно Давайте В тавер Вернемся Через Ниц Странная Тема Куда Она Могла Войти Ну Ладно Сейчас Ночь Ночью Немного Тяжело Двигаться Хотя Славдар В принципе Не Слепой Славдар Не Слепой Это Радует Главное Сейчас Дефолтную Ару Не Ловить Кстати Верт Очень Хорошо Может Из-за Магии Очень Хорошо Поддамаживать Очень Хорошо Может Поддамаживать Пока Что Колотим Крипи Пацаны Странно Да Куда Поддамаживать Ну Типа Куда Наверное Влево Сразу Ушла Может Мха У него Кто Знает Может Он Типа Видел Что Я Сейчас Начинаю Прогрызать Там Кто Там Килинг Спри Вивер Который Снизу Ушел Ну Походу Пошел Доедать Да Так Есть Амплификация Хорошо Пармим Ребятки Армлет Скорее Первый Артефакт Тут Будет Не Которым Я Больше Золота Поднял У нас Есть Так Деф Атак Вивер Пришел Давай Вылази Оп Хорош Тут Надо Вот так Вот Делать Хорошо Возьмем Сразу Вот Эту Вещь Что Мои ЕС Откатится Да Сура Есть Хорош Хорошо На это И расчеты Был С ЕС Работать Можно У два Стана Хорошо Все Гоу На Б Берем Стан И погнали На Б Че там Алхимика Гоняют Летс Гоу Вот такая У нас Игра И получается Ребятки Аккуратненько Тык 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 Вон С ЕС В паре Работаем Тут Можно Подстакать Главное Чтобы баш Не вылетел Хорошо И потом Зафармим Да даже Сейчас Можем Зафармить У меня Мана Есть Мана Есть Протайминг Хорошо Парень Что-то Потерялся Потерялся Парень Иногда Не забывайте Подобуживать ПТшку Вот я Сейчас Не подобузил А мог Подобузить И нормально Было бы Подобузил Бы Хорошо Было бы Очень часто Я бегаю С ПТшку На АГИ Очень Ребят У меня Много Спрашивают Почему Ты ПТ Не переключаешь На силу На силу И переключаю Только в экстренной Ситуации Или в случае Если какой-то Ганг идет Если не забудешь В целом Переключаешь Но Почему Ставлю на АГИ На АГИ Чуть-чуть Быстрее Бьет герой В среднем И где-то На 5 Из 5 Тычек То есть 6 добавляется 5 тычек Даешь 6 тычка В подарок Получается Примерно По атак Спиду Если так Уссчитывать Это Плюс-минус ПТ Шкой дается Чуть дамаги Больше ХП Поэтому Такой смысл Так Знаете Что хочу Ну щиток Не будем Пока продавать Да Так А Зевс Что меня Выгнал Снизу Да Выгнал Получается Что там Паза Да Оно Топ Окей С ЕС Не получится Достоять Шейк МХ Да МХ Две минуты Назад Шейком Не могли Поймать Да Бутста Вообще Нету Конечно Первый Не подраскач Сейчас возьмем Первый В разочек Еще Надо Чуть Побыстрее Двигаться Парни Видели Такой Стрейв Хороший Типа Вроде Сейчас Хускара Забежим Ааа Он не бежит Поэтому Я иногда Стан Не беру Единицу Беру Первый Спринт Чтобы Можно было Задушивать Хорошо Алхимик Там Тоже Фармит С фазами Нормально Там у нас Есть По идее Да Армлет Коукуру сюда Сразу И начнем Огнить Ребятки Первый артефакт После армлета Будет у нас По-любому Даггер Даггер Кстати Самое Самое Кайфово Чем Слардар Славится Если Покупает Армлет Это то Что Вы Очень Быстрый Вы Много Вносите И Вообще Нечего В целом Вам Бояться В этой Игре Становится Вы Просто Становитесь Лютым Я Беру Стан Сейчас Еще разочек Еще разочек Беру Стан Хорошо Вард Стоит Хорошо Вард Стоит У пацана Там Он Пишет Про СС Он Сверху Приходит Так Возьми Вард Сетка Него 75 Золотых Ребятки Не Пренебрегайте Покупкой Варда Если Вы Вдруг Паритесь За Ганги А они Не стоят Много Эти Варды Они Вообще Не стоят Сейчас Ничего Так Давайте Тэшку Уже Доколочим И погнали Гангайте Погнали Хорошо Есть Армлет В принципе 50 минута Армлет Немного Познават Где-то Примерно Если Сделаете К пятой Минуте Без Сапога То Тоже Хорошо Все Погнали Пацанам Сейчас Let's go Смотрите Внизу Там Весело Как Можно Иногда Делать Глимер Я Делаю Иногда Глимер С Лордару Потому Что Тем Самым Вы Убираете Вот Эту Амплификацию По сути С первого Спела То Есть У вас Есть Защита По резистам И вы Становитесь Чуть Чуть Ну как Чуть Чуть На 20% И того В глимере На 60% Жестче Жестче И поэтому Как бы Имеет смысл Имеет смысл Кстати Сейчас Я так думаю Постоять Покурить У нас Тут В лесу Потому Что На пятерых Эти Не очень Хочется Очень Хочется Грибчика Заколотим Смотрите Там Делается Какая Вещь Давайте Погнали Погнали А тут Срубим Наверное Хорошо Хорош Так Ну сейчас Побежим Еще задушивать Так Понял Ох Хорош Все Погнали Оу Здравствуйте Понял Все Понял Сначала Аппарата Хорош И Оно Кинут Сюда Типа Жесть Ору Кинул И этот Урн Накинул Не Переармлядить Ну ладно Ладно Не хватает Мне Спринта Чувствую Что Не хватает Если Спринт Тройку Был Было 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 Намного Лучше Вот Тут Еще Настиг Б Скорей Б Ладно Это Микро Ошибка Это Пойдет Оу ультанул надо сначала ультануть а потом кидать отцы вот дает он убил бы его кстати вот алхимик теряется ладно пойдет чуть-чуть перегазовали дали пору и все будет огонь один раз переоблетели нормально дальше уже движены урны но хз можно было попытаться можно было попытаться нормально в целом я думал будет лучше но сейчас у нас уже почти будет даггер почти он есть почти есть у нас 9 левел print возьмем уже в четверку башни не буду брать мне не хватает скорости все равно я это чувствую мне не мне не хватает урона мне не хватает скорости то есть меня не не хватает урона здравствуйте здравствуйте а можно я крыш на вас есть я не могу спринтом догнать его хорошо пармит он тут так погнали 7 на 2 имеем уф два левела сразу но это на самом деле сейчас тяжелый выбор либо 15 шанса либо спринт все-таки беру шанс шанс все-таки я решаю я вот если честно вот всегда говорю когда рассказываю что-то я не качаюсь блин по дефолту вот то есть как-то по какому-то дефолту я смотрю по игре что мне необходимо то есть если это надо то делаем так теперь сейчас касаемо даггера будем разрабатывать стратегию ребятки сейчас примерно я вам покажу как нужно делать с даггером как желательно это делать если у вас есть время то желательно накинуть заранее амплификацию и прыгать крэшить вот так вот и работаем если у вас нету времени то тогда уже прыгаете крэшите и все говори конец 2 тычки вот я сейчас видели амплификацию кинул и прыгнул но уже крашить не стал потому что он там с руки разваливаются чё пацаны сюда придут по-любому и почти кстати на вставочку есть снизу сработал да надо будет кстати варды себе поставить ребятки под варды месла да просто изничтожает гоу поможи делать бабушки бабушки сделаем вот так вот этому типа если бы сейчас фиссурка была я не буду зажигать спринт хотя можно можно гоу поможи бабушки делать хорошо его тут нету да опа внизу успею амплификацию накинуть вот это вот беготня знаете ага вижу не достал все понял вот этому значит амплификацию вешать надо вивер такой бегунчик гоу пару варда купим что некстом собирать желательно вообще бкб ху бкб ху интересно у них есть там варды погнали на центр выбежим пт на им то чтобы ману меньше тратить будет отбивать у вас этого крипа не будет да вард возможно стоит или мх не знаю сейчас такое время что деба посмотри там увидел меня хорошо все дофармливаем иногда можно модно сделать я иногда через модно сыграю на нем вообще по кайфу но нужно аккуратно работать вижу ракету будем сходить иногда через модно знаете типа можно с такими айтемами даже в рошана зайти раннего а мы сейчас так и сделаем давайте в раннего рошана пойдем просто и все спринт не зажигаем парни потому что сейчас очень много дамаги прыгать давайте через модно сыграем первую катку но я так не рекомендую играть потому что катка она знаете такая должна быть ну если честно я вот смотрю там очень много дамаги я могу получать тысячи модно скупли так это вообще жопа будет но я как бы на своем понимании игры в принципе могу попробовать сыграть через madness вы тоже можете если умеете без бы пробуйте а никого там нету все погнали вивера дышить пивер братец хорошо туда таракашку поймали есть еще раз берем стан пашевич понадобится можно сейчас взять смака и пойти в лес как в лес в рошана но надо башка скачать все четверка баш и в рошана можно будет пойти в рошана надо будет пойти next бкб ху парни бкб хакераса стандартный билд пкб хакераса сейчас на игра немного пассивная получается у меня сейчас у меня у меня сейчас получается немного пассивная к . сожалению пассивная но больше углубленный такой фарм сладар получается и на отходах пацанов стараемся ловить так топорик можно продать смака берем юзаем и погнали в рошу не болит в арт стоит апса нету и полить давайте напишем не болит погнали души трошана я сам забираю вот тут под модный сам под армлетом если что уже пол хп нет у роша хорошо все что 18 минута при но можно и на 15 если у вас позволяет заторг главное чтобы у вас был madness быстренько на тыкать и плюс вампиризм давай 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 не будем вешать амплификацию потому что все равно нет смысла ожидать время хорошо забрали это что там бегает вот мы вот мы примем хорошо есть потом еще внизу вивер мы попробуем зашел хорошо как мх ну ребятки а куда он должен был идти вот здесь вот его нету соответственно сюда пойдет магаз поэтому прыгаем на верочку а вино мх понял не удивлен на верочку прыгаем и забираем так 2600 золотых погнали размениваем хит-поинты плюс и let's go далее надо что-то на вставочку сделать парни как думаете на вставочку это вообще маст хэв ребят я сейчас играю дефолтную катку напоминаю дефолтная катка то есть что значит дефолтная карта значит дефолтный билд по раскачками тоже про мониторился принципе по игре тоже должны примерно понимать как-то чё юзается все погнали дальше next конечно бкб кираса бкб кираса кираса маст хэв для сладара потому что у него все физикал дамаг абсолютно все все это физикал дамаг эти 15 тут возьмем на 100 левел возьмем тут хорошо скоро 16 левел будет а нету хускаров там мх уже параноид пацаны нету там мхау хускара сколько раз я вот тут его забрала и видел меня мх и рыба точно вообще а низу тараканы до напали а нет такого через монет мх и рыба проверь очередь ваша на проведу я не буду туда запрыгивать куда я не буду запрыгивать пусть ребята разбирают так онлайн хорошо сейчас возможно драка бы интересно отойдем пока это плохо то что я сделал ничего сейчас под тэшку уйдем а тэшки нет есть живем цены под сейвят мою ошибку опять ракеты поставил да что ты будешь делать давайте и откатим тут если честно я думал как то там можно не подразумевшись получше армлет не включаем это тоже не трогал но я скорее всего выбивают аегис аегис минусом поэтому бкб х нужно ребята зажались круто было бы если бы у нас варты где-то стояли активные можно было бы работать где вижу парни зажались там под тэшкой стоят бар как будто вот тут стоит да сбивай 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 на топе хуск путь у него худ даггер нифига себе так пойдет пойдет в целом скоро у меня 16 будет пкб х почти есть ты посмотри на этого таракана я только с леса дихлофос унес с тапками а он для это что такое ужас какой-то вот так там весь парад не лови двору печалька я подсоявляюсь успею выйти и это печаль хочу быть очень больно боже бкб надо ну срочно но срочно бы вах не сатан таракан гоняет бкб 300 сейчас если было бы бкб вообще нечего бояться так и раз он сделал точки раз и делать не будем сделаем тараску еще за драки но они видите в четвером ходят там причем такие неприятные кнопки для меня ракета для меня это максимально неприятная кнопка она просто стопроцентно внесет не огромное количество дамаги огромную норма кирасу алхимик сделал кирасу мне бы желательно тоже надо кирасу по сути потому что у меня герой такое что кираса нужно то дерись ты уже смысл уходить они не должны пробить пробили мне кажется в ронг таргет он выбрал гиролета так бкб хочу чуть-чуть парни если бкб хочет будет будут соло убивать вивера линка уже кстати линка это хорошо быстро он ее сделал быстро он ее сделал эти в мид тп сейчас на миду сразу кого-то выцепим думаю по-любому кто-то придет сладар например для фармить даггер даггер бкб швич есть бкб хам и до фарм у меня лютые сейчас на это жесть уходим отсюда так сделаем на всякий случай очень сильно ульта аппарата меня будет подконтривать я там-то парень как будто нет не вкурел что сейчас я за ним выйду а там онлайн ну в принципе можно и на вставочку почему нет пойдет раскидали хорошо бкб нажали раскидали внезапный ультра килл называется хорошо есть 2к еще вот варди кстати стоит когда аппарат креститься хорошо 6 вот так вот сделаем пойдет раскидали нормально еще пуска не было есть отлично амплификацию не стал кстати сюда закидывать почему-то на аппарата просто с руки выбил ладно посчитал нужным так не делать так 2600 хорошо без 600 можно мкб ху сделать кстати давайте сделаем мкб тогда если у нас кираса есть мкб ху сделаем погнали душить таки рошанского бойц и хороша на забирать и улечка линка и ул хорошо пацана первая бкб х у нас было успешно прям очень спал на даже купилась сразу же в первой же драке окупилась все ребята драки не вытягивает да и вытягивает драки драки не вытягивает пацаны вот так вот химик 472 бегает довольный так но пока на карте кого нету тэшка сломаем тэшка сломаем нету нету там белый визайте хорош так косарик есть да я сделаю мкб репорт gd говорит вард стоит хорош подфармливаем иногда можно закидывать ультимейт в принципе в крипов не так он много берет паны средств не так много ресурсов так ну шо го ван мотаем драку спармливаем лук варь 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 опа варь Трипл килл Пойдет Так, 2800 есть Я живу тут Я пушить не буду, пойду не сломать Можно Можно еще тут поиграться В принципе, первая катка, если честно, на троечку, ребятки На троечку, но главное понимание, как на этом персонаже отыгрывать Я показал, в принципе Основные понятия Ну, а Кераса, конечно, мастхэв Первым Не первым, но вот я бы сделал вместо МКБ Кераса Но у нас Алхимик сделал Кераса Нету МХ, друг Хорошо, гон на базу Так, напишем Но он же тут на топ не пошел, вот и все Поэтому в темноту даем Так, есть у нас Ну, такой примерно билд у нас, ребятки, получается на Слардаре Получается на Слардаре вот такой вот билд Без Керасы Матнес можно поменять на какой-нибудь Тараску На Тараску На Тараску и докупим сейчас еще Шарды Погнали Там разберутся Ну, как знаешь Как знаешь, если там разберутся, не вопрос Погнали Вивера хейтить А, кстати, у него Линка Ни хрена не по хейтим особо Без МХ не умеете Ну да Летс го, покажем, как без МХ не умеем Хорош Еще я Линку сбить успел У меня там запас был еще секунда минимум МХ Пишем Смаднесом по кайфу Быстренько прыгнули, разбили Пацана Лолка Лолка Давайте вот этой лолке кинем О, нифига сию Спасибо, ладно Лолка МХ Я сказал, там разберутся МХ Понял? Блин, так классно У меня в каждом гайде есть какая-то личность прикольная С которой можно порохлить Лолка там Есосак Там, помню, было что-то А потом, что еще было Да, блин, куча всякой фигни было Напишите в комментариях обязательно по поводу этой темы Какие еще были у нас личности в гайдах такие Ну, рофельные прям Есосак Написать надо Есосак Или там Крут с МХ Я без МХ На канале Пен Одесс Видишь Видишь себя Играть учись Из МХ Как же у него жопа горит Он думает, что я с МХ играю Да, ногой ЕС Минус Хорошо Так, ну что ж Подождем пацанов тогда Там Гирыч Гирыч Ага, вард идет снимать Сначала Гирыча Там вот это Ладно, вот это Уф, ультра килл Еще раз можно на вставочку Но это что такое Сегодня за день-то Ух, как я надушил их Так, ну что Это шард Парни, возьмем еще шард Ты погнали, Рошу заберем Есть, Осак Хорошо Берем еще и шард До кучи Хорошо Можно катку тут уже Смело заканчивать Но, как говорится На контент Надо катки играть, парни Ух, с шардом Как я быстро бью Есть Есть, Осак А я его оставлю Не буду забирать Пацанам Оставлю Вивер Там МХ много стоит Брат Тебя видят Хорошо Задушили А почему не Не рэмпэйдж, да Почему ультра килл Два ультра килла Почему два ультра килла Так, а егу Я не буду забирать Так, 2700 Что вместо армлета И вместо Маднеса Можно докупить Иногда Можно докупать Сильвер сюда Для дополнительного Эскейпа Плюс для дополнительной Напряги Плюс у вас будет Сила Либо вот сюда Кираса Тараска Либо Сильвер Тараска Кираса Но в зависимости От макро Парни В любом случае Вот так делай Ух ты Хорош 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 Пойдет Второй Второй Дай Хорош Пойди догоню Я тоже очень Быстрый Только не Иул На из-за Иулил Я сейчас Замерзну Скорее Да Хорош Тайминг Иисусак Зарунил аппарат А вообще аппарат Обысливать надо У Гиры Что там Манта Аега там Лежит Прикиньте Потом с двумя Аегисами Выйди Я даже Я даже Два слота Специально Выкину Чтобы выйти С двумя Аегисами Если Рошан Упадет Еще Можно будет Подтянуть Но это Только 10 минут Надо будет Тянуть Я не думаю Что они 10 10 минут Будут держаться Так Армлет Армлет Мы сейчас Поменяем Все равно На кирасу Скорее всего Поменяем Ребятки Армлет Для пущей Конторы Можно Молнию Сделать По-разному Всегда Хорошо Давайте Кирасу Сделаем У нас Есть кираса Одна в тиме Но Типа Ладно Хрен Сделаем Еще Одну И армлет Продадим Армлет Продадим И сосак Говорит Сосак Минус Армлет Хорошо Кирасу Сделаем Еще Несмотря на то Что у нас Есть у алхимика Кираса Но мы Для картинки Ребятки Сделаем В любом Случа Нам Надо Рожь Так Что там У нас Чейнмейл Кирас Есть Кираса До кучи Но лютый Билд Получается И Маднес Мы меняем Примерный На что-то Типа Либо Сильвер Либо Сатаник Скорее всего Сатаник На лейтгейм Сатаник О, Аегис Забрал За что Я так Так не хотел Чтобы Аегис Забирали Он пошел Прочекал Действительно Там Аегис Лежал Ладно Подарили Аегу Подарили Аегу Ждем на меду Кого-нибудь МХ МХ Че Погнали МХ Юзать Парни МХ МХ Вот оно МХ Мое Так Аппарат Поймал Жалко Так Тут Таракашка Нормально Задушина Прям Хорошо Прям Отличненько Даже Я бы сказал Че Меня не видит Что ли Меня не видел Походу Даггер Откатится Я думал Если Даггер Откатится И она Будет За мной Подмой Ти То я Нажму БКВ И прыгну В нее А нет Хорошо Задушили Ребятки Первая Катка В принципе Пойдет Я не Сильный Слардар Такой Ну В принципе По кайфу Можно побегать Подушить Немножко Хорошо Готоп Раз не хотите И трон дефить Мы будем Топ ломать Пойдет Для первой игры Пойдет Красивые моменты Есть В принципе Дефолтную катку Я отыграл Дефолтный билд Можно было бы Еще сатаник Подсобрать сюда Сатаник Подсобрать Жалко У нас Е залагал Давайте тут Еще и сатаника Бахнем Сатаника Бахнем Типа для вида Знаете Можно было Матнес Разобрать Да Я знаю Но тут не буду Париться Потому что Домик Уже купил Сатаник И поехали Хорошо Сатаник Прям люто Тут можно Один на девять Забежать Забежать Но там Аппарат Просто Я бы Не рекомендовал Против аппарата Сабирать Сатаник Это неправильно Но в принципе Билд должен быть Вот такой Пример Вот такой Пример Напил Погнали Хорошо Сейчас Мит Будут Дефить Пацаны Две тычки Сюда Раз Хорошо Ждем Дагерочек Можно пока Дагера Убивать Любого Дагер Откатится Прыгнем В аппарата Хорош Это настоящий Ах ты Ракета Там стояла Уже В смысле Ладно Принимаем Бой Принимаем Бой Это настоящий Хорош Чисто я Тут Ааа Далеко Стоит Ну гг Даже Сатаник Еще не езжу Хорошо В хайграунде Просто балуемся Уже Тут Я не видел Что ракета Была Поэтому Сорри Ракета Была Я БКБ Хуби Нажал Избили Пацана Есть Есть Жжжи Ребят Первая катка В принципе Увенчалась Успехом Я считаю Что неплохо В принципе У нас получилось Были ошибки Конечно По микроконтролю По каким-то Недочетам В целом Но игра В целом Получилась У нас Нормальная Вынесли Пятерых игроков Получается И теперь Что я хочу Сказать На этой роли На первой Позиции Я максимально Рекомендую Брать Керасу Независимо Типа Ну вот Парень у нас Сделал Керасу Если вы Играете На единице Желательно Все равно На Слордаре Иметь Керасу Лично Я считаю Что это Очень хороший Бонус В случае Если вы Идете В соло Ганг А Слордар Как правило В соло Гангах Очень силен И вы Можете Вносить Очень много Импакта Вот это Ситуативно И конечно Ситуативно МКБ Я здесь Собрал Для того Чтобы просто Ну как-то Ну получается Там сделали Керасу Я думал Керасу Не буду делать Но в целом Я думаю Те кто Игру целиком Посмотрели Они поняли Че да как Поэтому ребятки Вот такой вот Смысл Если что Сейчас была катка На первой Позиции Ой боже Давай Стена здесь Канал Чекай Ютубе Все Хорошо Разобрались Ребятки Погнали Сейчас Постараемся Сыграть В четверке Тут будет Совсем Другой Билд Итак Ребята Загрузилась У нас Очередная Каточка И сейчас Мы постараемся Сыграть В четверке Я надеюсь Будет у нас Тут Будет у нас Тут Пул Таких Героев Которые Нужны Будут Нужны Будут Фарми Которые Должны Будут Пофармить И я Постараюсь Немножко Как бы Семи Сапнуть Но Смысл В том Что я Должен Тут Отроумливать Буду От своей Ульты И плюс Даггер Плюс Максимальный Актив Сейчас Будет Совсем Другой Билд Тут Будет Билд Через Транквилу Через Глимер Через Даггер И будем Стараться Уничтожать Так Ну что Поехали Ребятки Берем Слордара У нас Тут Есть Тинник Тинник Дума Взяли На рандоме Хорошо Хорошо Let's go Очень классная комбинация Со Слордаром Это Найкс Очень часто Эту Эту комбинацию Юзает В Играх Где играют Игроки Выше Среднего Уровня Очень Приятная Комбинация Найкс Залазит В вас И вы Соответственно Побежали По рому Тык Тык Быстренько Пролетели И задушили И все Будет Огонек Ребятки Все Будет Огонек Давайте Сейчас Попробуем Побегать На Слордаре Я не фарм Я не Фарм Я Четвертая позиция Парни Берите Фармить Кого-то Ребята Наверное Не знают Что такое Четвертая позиция Но мы сейчас Покажем Что такое Четвертая позиция Слордар В четверке Это весело Это интересно Это весело Это у нас Транквил урна Стики Дальше Даггер Дальше Даггер После Даггера Возможно Какой-то еще Глимер Глимер И посмотрим Либо будем Выходить В что-то такое Жесткое В дамажище О Найкс Кстати Неплохо Вот Возможно Тут сейчас Будет И это Комбинация Да Да Фарм тебе Брат Готоп С тобой Будем Комбинить На Найксе Вот Нормально Он по-моему Свапнуться Там хотел Давайте Вот так Вот Закупимся Лордар Четверка У нас Поэтому Такой Билд На четверке Это Сапог Сапог И Роумы О ФБ Сразу Делаем У нас Краши Вообще Лютые Хоть Несмотря На то Что Физика Там 75 1 6 Но Это Фигня Все Это Все Фигня У нас Тут Если Сейчас Замедло Замедло Плюс Стан Плюс Еще Тос Тос Может Я Подстаню Но Опять Такие Ребята Не успеют Подойти Тут Не прокатит Не прокатит Надо Чтобы Ребята Рядом Были Чтобы Я Внезапно Залетел И Был Профит Так Финиш Я Стан Дам И Что Дальше Если Рядом Никого Нет Смысла И Надо Кидать Так Найк Пошел Наниз Зачем Найк Стоп Ити Сейчас Ребятами Договоримся Вон Дум Пришел Дум А можно Задушить Сапог Обычно Ну вот так Вот нельзя Выходить Как я Сейчас Вышел Вот Были бы Кто-нибудь Тут Еще Рядом Я бы Сейчас Наверное Подзадушил Нормально Я принимаю Эту Драку Let's Go Let's Go Let's Go Дум Принимаем Тут Дум Наш Сто Процент Крэш Побьем Отлично Свою роль Выполнили Сейчас Сапог Есть Вообще Никто Не уйдет Можно Было Даже Больше Чего-то Забрать Если бы Найк Еще Замедло Вкачал Замедло Вкачал Было бы Круто Все Работаем Ребятки В четверке Замедло Замедло Пачку Замедло Руны На другую О Были бы ХП Можно было бы Сейчас Попробуем А Найкс Уже Все Я Наверное Заберу Что-то Все равно Хорошо Заберу Брат У меня МС Очень Много Еще И Давайте Вот так Вот Сразу Вот так Вот Есть Линию Желательно Не толкать Я Там Беспорядочно Уже Пару тычек Дал Раскачиваем Первый Второй Ребятки Хорошо Подгангали Несмотря на то Что Найкс Умер Тут Подфармим Линию Сильно Не пушим Желательно Выровнять Линию Чтобы Найкс Фармил А он Фармить Наверное Даже Не умеет Не ласхитит Давайте Попробуем Отвести Так Ну-ка Парни Хорошо Транквило Есть Сейчас Мы будем Посмотрите Как я бегаю Уже То есть Ну Это Уже О многом Говорит Что Опять Они Его Гангают Иду Не бойся Один Два Качает Третий Вкачай Пожалуйста А кто На миду Стоит Никого На миду Нет Наверное В лесу А З Все Погнали Дума Го Я За спину Зайду Его Гоу 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 Армора Много Кстати У меня Странквило Еще Нифига Се Ты Криту Ну На самом Деле Я Перегазовал Ну Некор Тоже Стояло ФК Сколько Он Видел Что Я Захожу Он Стоял Крипа Убил Не Ну Я Сам Тут На самом Деле Виноват Отвратительный Ганг Ребятки Отвратительный Таких Гангов Больше Не Повторится Хорош Обычный Стой 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 Вот Так Удаешь Есть Раз Пойдет Больше Таких Гангов Ребятки Не Повторится Который Только Что Был Надуман Так Пусть Фармит О Брат Уйди Сейчас Умрешь Куда Ты Идешь Сейчас Умрешь О Все Он Отдал А Статуса Файзов Нету Ух Ты Ничего Ся Ничего Ся Ты Даешь Не По Кругу Не Прокатит Брат Хорошо Есть Пойдет Ух ты Диспелится Давай Давай Забавный Парень На Сларк Так Ну Я мог Попытаться Его Убить А Типа Это Беготня Сейчас За Ним Лучше По Стоим Подфармим 280 КП Пампилу Дропаем Хорошо Не буду Подходить Сейчас Личи Подойдет Пойдем Поригеним Все Лучше Шестой Левел Апнем У меня Уже Почти Даггер С даггером Начнется Самая Интересная Игра На Слардар Где Найкс Ага Найкс Лес Ушел Опа Лич Ух ты У тебя Тут Вард Стоит Да Чоси Диспорт 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 Стики Еще Добей Крип Крип Найкс Найкс Торрентиш Друг Мой Так Есть Шестой Левел Хорошо Надо Уходить Парни Кто На базу 1200 Есть Кто Там Доминейтинг Делает ВД Найкс Найкс ВД Шка Делает Неккар Прошлый раз У нас не удалось Давайте Вот так Сделаем Хорошо 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 Давайте Впрочем Сделаем Плааку Гас Это ОВД Неккар Сейчас Погибнет Скорее Давай Давай ТП Поможи Надо Делать Бабушке И я Тут Такой На склад Доминейтинг Забирать Хорошо Есть Плааку Взял Чисто Чтобы Не болеть Как говорится Че Ну Ганг Идет Успешно Пока На четверке Ребятки Один раз Фейланули Но Лучше Так Не Дел Давайте Сейчас Уже Седьмой Апнем И Полностью Спринты Второй Раскачиваем Полностью Чтобы быть Максимально Мобильным Напоминаю Это катка На четверке Слардар Четыре Тут мы Полагаемся На нашего Кора Но не на себя На себя Мы полагаемся Тогда Когда гангаем Все Ушли Есть Голдовардимся Некур У нас Молодец Вроде Некур Вроде Молодец Сларк На меду Сейчас Руну Заберем Хорош Пойдем Пойдет Пойдет Принк Включил Заранее От Слардара Чтобы Ой Слардара От парня Чтобы можно было Поддушить Этого пацана Гоу Сейчас Гоу Гоу Смелейшество Хорош Попал Нормально Заберет Пойдем Подроумили Ддшечка Лежит Можно С ддшкой Подроумить Погнали На топ И бегаем Вот это Наша Игра Парни Слардар Некста Дагерочек Ну я думаю Сейчас Тут С фрага Даггер Куплю Ухо Мне там Чайник Чаще Ты психанул Хорош Так лаку Взял Не пожалел Все Дагерочек Можно тут Даже Дофармить Даггер Парни Все Есть Даггер И Выходим В ганге По кд Ганге 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 Еще раз Ганге Все Очень Быстрый Даггер На самом деле Очень Быстрый Нас Низ З Спушил Что дальше По артефакту Выходим В глимер В глимер Унайкс у нас Слабенький Пассивненький Идешь Не надо кидать У меня Даггер Есть Ты лучше Кого-нибудь Кинь Ух Как левел Поделился Хорош Хорошо Что-то Клака Есть Блин Это Кайф Все Я на базу И на базу Вот так И выгангиваем Парни Давайте Еще пару Вардов Подзем Чтобы максимальный Актив Выйти Вот здесь Подставим Вот здесь Подставим Чтобы можно было Весь их лес Максимально жестко Перегангивать Сейчас заюзаем Смока Хотя Ну да Гоу Смока Заюзаем И погнали Ману восстанавливаем ХП можно до конца Не восстанавливать У нас транквило Мы если что Восстановим HP По ходу бега Как говорится Бегит Бегит На топ Надо было ТП Давай дам Там сларк Так Ну что Ставим Вот тут Вардик Вот тут Такой Вот Опа Сюда Хоп И есть О Вон даже Мяска Бежит Вовремя Вард Поставим Делаем Сначала Кидаем Ульт Потом Прыгаем И крашим Парня Хорошо Вот так вот И овнем Есть И сюда Вардик Ставим О О Лич 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 Личная Какая-то Неприязнь Вот так вот И вот так вот Ай Иллюзия Нифига себе Я не видел Что там Забрал Ну Ничего страшного Парня Ничего страшного Я не сильно Много Потерял Хорошо Кто-то Пришел Да Креветка Опа Диспелит Хорошо Еще Тычка Пока там Две тычки Да А в смысле Кто-то ударял еще Там 3 хп Было Ладно Может как-то Не заметил Как-то Не заметил Хорошо Настоящий На топе Стоит Да Настоящий Видишь Сам я его Наверное Не убью Тоже Транквило Лич Молодец Че Транквило Ага Вард стоит Да Хорошо Вард стоит Наверное Сейчас просто Этот Сделаем Глимер Думав Меду Это настоящий Лич Жми кнопки Брат Хорош И убегаем Пойдите Ини не должен Тут умирать Я так думаю Подкрашу Брат Все Найс Спас Своего Тиммейта И ушли Вот так Вот делаем Че Гонамид Кто там Кунка Гоу 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 Брат Гоу Краша нет Но вы держите Сейчас Стики Возьму Нормально Будет Хорошо Амплификация Там Кончилась Хотя Она Висела Есть Есть Окей Что ж У нас Есть Глимер Под Сейв Тиммейтов Сейчас Зафармим Эту пачку Крипов В принципе Кунка Не фармит Никто Не фармит И идем Дальше Роумим Максимально Активную Катку Постараюсь Ребятки Вам дать В этом Видосе В этой Игре На гайде Ребят Не забывайте Что керри Катка В принципе Единица Была у нас В первой Игре И поэтому Сейчас У нас Такая Тема Есть Сейчас Играем На Слардаре Так Делаем Я Это Зафармить До конца Не буду Я Оставлю Тут Метки Пошел Дальше Хорошо Глимер Имеем Есть И Пару Тпшек И Короче Там Появились На Зетте В случае Если у нас Будет Тяжело И что Керри Будут Не Вывозить Каточку То Мы Будем Переодеваться Чуть Переобуваться Так Даже Выразов Кинайдис Любит Переобуваться Как Говорят На стримах А Значит Да Идут Переобуваться Тоже Там Сларк Дум Конечно Страшновато Зафармим Не Короче Хорошо Соточка Кришкой Есть Лич Вардит Тоже Да Завардил Лич О Сюда Иди Я Пошел Куда Герой Идет Ты Че Ух Чайник Еще Ну Я Выживаю Это 100% Так Лич Занялся Вардингом Девардингом Надо Составлять Конкуренцию Так Вот Парни Постан Вот Заберем Лич Занялся Вардингом Девардингом Но Тут Я Смотрю Походу У нас С Керри Будет Проблема Нас Найкс Просто Колотит 3000 Золота У него Ничего Не покупает Не покупает И я Возможно Смогу Не вывести Игру Лейтгеймовую Против Сларка Если я буду В четверке Поэтому будем Возможно Переодеваться Давайте Максимально Максимально Постараемся Запотеть Чтобы Выгангивать Отроумливать И задушить Эту Катку Так Вдшка Нанизу Слотаров Гоу 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 Не успел Накинуть Господи Кто Мне Звонит Слотари 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 Всё, отлично, решили вопросы Деловые, серьёзные звонки Не люблю, когда я сейчас на отвлекают Когда записываешь какое-то видео Но, бывает Так, хорошо, ВД-шку жалко не убили Убили Дума, но не убили ВД-шку Ребят, следующий момент, что нам собирать Ведь мы четвёрка Надо вот сюда ТП сейв, блин, мне дайгер сразу собьёт Надо через шифт выложить А в смысле? Понял, дай в Глимер зайти Я умер тут Не поможет мне ничего здесь Это второй тиггул, да? Сейчас третий будет Уф, Глимер мне помог, ребят Помог Глимер Жесть он там Но я уже через шифт там даггер выложил Чтобы всё как надо Ну нас пушат, Майкс, тем временем фармят Интересно, что он хочет, у него 4000 золота Как он написал, я рак, фарм Там лич хороший, нас пушат Да, возможно я тут не переровлю Видите, я один тут пытаюсь как-то Кунка фармит, тот фармит, эти фармит Ух, ситуация серьёзная пара Всё, погнали Чувствую, всё будет без толпа Найкс просто фармит Так, погнали Тогда, возможно, сейчас будем выходить в армлет Ребятки Армлет и попытаемся что-то перевернуть А с некор нормальный, надо некор помогать Я сейчас стою, фармлю мид Пока А пока мид фармин стоит Думс ларк, это страшно, конечно Так, есть в зале Ваши, берём Варды кончились, надо варды поставить Там лишь для варды Даже вот этот вард нашли Этот вард нашли Что там, не крочи тройка уже, да? Найкс сейчас меня заруинит, походу, да? Молодцы, пацаны, там ВС хорошо играет А что, давайте я ТП сделаю вот так вот Что так долго? Не надо мне думающих, я сейчас дума киню Боже, это такой трэш Просто оно не хватает, да? Зря я байбайкнулся Походу тут лузик будет, парни Это подсказывает, что тяжёленькая катка будет Хорошо, должен забрать Отлично Давайте вот так вот будем делать Вармлет, ребятки, пересобираемся Тут нужно играть команда Соберитесь Команда Командой, пожалуйста У нас Найкс просто Надо, да, надо с некром работать Потому что по-другому никак Вот там Зет вообще с такими хп стоит Это жесть Вот Зет там такой крысиный Знает, что делает Не кратчей собрал Это уже как минимум Проблема Ах, блин Так, сделаем Здесь по-любому кто-то будет Если что, выйдём Смотри, ушли Вард стей, что ли? Надо тут аккуратно сейчас отсюда выйти Тактически Тактично уйти отсюда надо ещё Безвижена ходим Часто полагаясь на ощущение Ощущение, что нам сейчас бы чаполаху дали Нормальный такой За это надо ловить Его пару раз там убили и всё Погнали Я иду через лес Здесь, если что, поставим Смотри, как уходит сразу же Гля, он тут понаставил с парка Со мной летит Найкс так и сидит, как сидел Так, крипов я тут подблочил Хорошо Да-да-да-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай Сейчас задушник О-о-о, найс Ну, дерёмся Дерёмся, парни Дерёмся Немного потеряю Я в четверке Ребята забрали двоих Отлично, отлично Так сказать, ценой моей жизни Найксу гг Никто не поможет Ему тут кунка Там корабль отдал Всё, отдали Торрентик хотя бы Дерись уже Чё убегаешь Да побей его, отхилишься Бей, бей, бей Хилиться будешь Ужас Летает у нас лич Летающий лич Хорош Пойдёт Несмотря на такую слабенькую команду Но всё равно должны потянуть Я сейчас соберу армлет себе Хотя бы что-то сам буду вывозить Но мне тут нужно будет Забитый слот Один держать под гем Потому что там Вот сейчас Видели ситуацию Дум с лотары выходит Даётся дум мне сразу И сларк выходит И плюс ещё надо вардить При этом при всём То есть всю команду свою содержать Просто содержанкой такой Быть лютой Почти у меня есть уже Но обказ С Z там проблема будет максимальная Но тут будет сейчас Армлет БКБ Такая катка Армлет, БКБ Даггер Тревел Кираса Иначе Давайте вот так сделаем Всё, погнали Надо будет сейчас завардить Вот здесь вот поставим Блин, опять-таки Там Z иллюзиями, да? Разносят СПС Как будто это помогает Найси Вливаюсь Вливаюсь в драку Хорошо Влетаю в драку Есть армлет, да? Дальняя катка Да ладно Вот сюда Поставим Хорошо Рошана, нет Рошана я не потянул Лич там идёт, да? Мека влеча Варды Рош Лич молодец У них в команде Так, вот так вот делаем Хорошо Там Z Что на низ стянуться может? Там некр Найкс не вылезет Я вам отвечаю Драка начнётся Найкс не вылезет Печалка Здесь вард поставим Не дефолтный Реша Реша Ааа Я понял Вот так значит Да? Я понял Понял Прыгай он желает лотар будет надо гем брать тебя кем брать за это там сплит пушит да да ну катка под откос просто тут вот эта катка отлично подходит под керри катку они под четверку отлично подходит потому что тут керри максимально слабенький на x не хочет докупить родник странная тема вот так сделать не пробивая лича 20 армора то жесть 16 левом а с адреса риса ригу цепляй цепля я уже рядом принц там смотри какой хорошо от сейф тенику я отдал это 1x9 называется тут вряд ли выживу но может быть и спасет хорошо перри армлить пойдет спарка главное не поймать счет за один на свою так сказать вашу попримем вот эту всю контору хорошо подкрашили отлично хорошо хорошо не успела там и на кору накинуть амплификацию чтобы видеть их базу отлично я думаю зареги немцы тут думаю зареги немцы жесть меня все таки глимер спасает в этой катке максимально жестко блин опять все дзд вардели да что ж ты будешь делать барда на миду разве не стояла у нас погнали куда-то в нестандартные места ставить я не знаю туда поставим нам надо пушить там манта 83 карта добрый вечер называется гейминг у зэта у зэта гейминг 83 карта хорошие . личи люди за это настоящий в миду бегает посмотри на него прям волосы назад побежал крыса че жесть хрен поймаешь за это механик механик и механик гоу хорошо о вон смотри вон с какой стой зашел да но примет и сети не на себя и прими его на себя че ты боишься ой тоже зашел прими и не бойся не бойся че боишься у меня нету гемов дастов влазь хорошо жесть но у нас уже скоро то будет падать статика товара кончились статичные товара так сказать обычные товара кончились жопах вот у нас хорошо дефай кунка а не за дефит даже если захочет на кунке парень даже если захочет не задать готова дэдэшка нормально можно будет сейчас насладко напасть сет там ходит сезона надо сразу первым убить первым убить ввязи отлично подробно не корни умирай пожалуйста умер что ты будешь делать с этим за это я заберу боже промахиваясь поле я скорее всего умер тут жесть а может под спринтом успею выйти хорошо ушел на топ надо дефить там аганим понял и что ты сделал на тине ну вы поняли вы поняли барни деф 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 дефой дефой жесть максимально тяжелая катка вообще не знаю как тут выиграть слабые очень тиммейты слабый найк стени слабый некор 1 и 10 тут тупо 2 на 8 игра один не крылать что-то делает но на x вообще максимально слабого вообще не знают как делать тут это тоже слабенько играет блин ужас просто и такой пик там еще и сларк не знаю как я это буду пытаться вытягивать может быть это и выиграем но если вы это смотрите знаете игра очень хорошая получилось но максимально тяжело будет потому что видите как получается гем только что отдали из-за того что тени приблин к вался я уже думал сейчас ульт закончится и можно сделать блин ну за это сейчас рапиру купят но не пушим мы я не могу пушить я в четверке все на варды тратить я тоже не могу по драку он пацаны драку начали отойдешь ты от него от некра отойди что ты делаешь о боже спрэш опять он не думал да что ты будешь делать плюс еще и этот под этим под армлетом под армлетом думал ну трампил должен спасти я успеваю по идее дойти до трона успеть дойти хорошо с какой-то что-то на топе за этой люди отправляют на начальник конечно да минус по идее него еще поле есть то есть две пищи золота за него дали знаю тут даже не бкб надо идет да что ж ты со мной доделаешь то на теники на вообще как он болезненно ко мне относится прям вообще он так любит меня блин я не знаю тут прям вот на и подная но это не четверка тут мне в коре надо быть парни тут четверок 4 как и четверка стараюсь отыграть но надо как кора ты играть потому что слабенький на иксик с 3000 и бкб надо брать у сларка попробуем на характере быстренько давай 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 конвенция говорит хорошо подбегаем в глимере смотри уходит сразу центре стоит что ли там неужели центре стоит ноги монет и монету и сразу убежал я бы забрал бы его значит где-то варды стоят дума еще блин меня в наглую залазит опасно тут стоять опасно там два лотара у нас не гемочки смотрите да он ходит палит сларк там я не пойду попробовать за это поймать дед еще попробовать потопу пойти центру да там везде центру везде центру за это настоящий на низу надо вот эту контору уничтожить тут зачем-то была зажгут а вот овергут знаю тут блин бкбх а мне тут не поможет знаете че надо кирасу какой-то из соло вытягивать их всех сыгры хорош о щит о сколько жить-то можно жесть вот это я тут вы же я с такой ситуации сейчас вышел что прям ну вот порядку я тут не должен был выживать прям погнали ребятки речь 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 ой там мы будем с агонимом уже есть но вся команда сыпется как таракашки как таракашки сыпется надо в дэшку догонять там любая так есть у меня ой тп сделал да прикинь у нам на голову выше пацаны тут с командой оппонентов чем с моей команды ладно давайте попробуем четверки перекинуться в кора будем пересобираться сейчас пересобираться надо варды какие либо зажата тут сидеть на карте летит этот иллюзии террасу купил сет конечно геморрой тотальный вы так пока до отправлять можно не короче принципе фармить по 200 золотых нормальная тема сейчас мы пересоберем глиммер в полноценный silver я так думаю полноценный silver шаду амулет делаем пересобираемся ребят почуть хорошо сразу в инвиз уходит да кто-то был на на миду с ларк походу сразу в инвиз уходит или кто визу за это по моему надо кстати на байты тоже и вот это иллюзия летит по любое варды бы эх было бы круто было бы круто с вардами доту эту играть за это все конечно не к врачами будет скидывать в настоящем внизу да попробуем а еще иду с радиенсов еще и сларк и фигасе тут везде пара ири внизу везде пара на бкб потом нажму мне ничего там не поможет а дамит толкать но на топе надо дать подсо сейчас надо топ бежать дефить потому что сейчас на топ заход будет мкб тут надо дум радик собрал блин как тяжело да мне приходится за все думать ребята там не думает свет играет я не знаю честно такая игра что очень тяжело думать тут за всех один просто играешь за это знает что делать за это пушит а у нас никто не пушит ничего не делает максимально тяжко гейминг роумил я отлично трону в принципе рипера ему даю все рипера ему даю все z где-то тут видели ставит понял а и думал мне еще все не она без варда вообще несерьезная игра получается максимально несерьезно я не могу переиграть их потому что там есть и саппорт и пуш все есть у меня ничего нету жёстко дума нету найксов может же просто забежать и нажать рейдж и сливать это жесть какая услышал меня что ли добей крипов просто слей крипов и все сливай рейдж закончился подбежает подбежает подбегает жесть какая реконект отлагает что если он типа вылетает это гг 100 процент тум с лотаром не контрится в таких катках блин это жесть гем нужен типа ну я не знаю сугубо мое мнение максимально потная игра потому что типа никто ничего не делает прям жесть и давно таких игр не играл еще и четверка с лордар так это вообще жопа четверка спорта люди ему уже пофиг на мой дамаг он настоящий не знаю даже тут лотар лотар ну не знаю бкб х не особо на мне тут надо было пираться пробовать то тоже блин не прогадаешь я считаю я пытаюсь думать за всех они за своего героя четвертой позиции и получается так что он ничего не получаются хз топ будет по кд пушится нам нужно какую-то вылазку такую сделать чтобы дать минуса и пойти в мид га там и в д варде билич они жирно ли одного с лордара стоком только блин привилегий глифа нету минус то жестко жесть чё за игра просто ужасная с ларк тоже одевается почуть как бы шеева рож вот этого тоже vision дай сказки кинет зачем он начал обходить у меня статус файзов я зашел он не знает что у меня статус там пользу а все ушел он чё за игра жесть прочувствуйте мою боль просто в этой игре просто vision дай мне сюда почему что чего куда а почему я тоже не смог пройти я вообще не вкурил почему так как чё я с прокрашивал или чё чё и начал делать может и я там виноват не видел эту ситуацию ладно хрен отлично сделали отличную драку но ничего не поменялось все также плохо ладно я не знаю может быть nike что-то к 100 минуте соберет нам дожить надо только до этой минуты не кролинку лучше купил он сейчас актарин походу хочет этот линку он тоже идет нам гем нужен вообще без гема никуда ребят а там этот девардицы блин как же это вообще же есть что за потная игра просто максимально тяжелая я отроумил все но коры такие слабенькие у нас поэтому лучше сварда в коры если вы умеете играть если не умеете играть то конечно же на четверку пожалуйста другим кором ступайте лично варм стоят квартаб сервис центре давайте снимать снимать будем попутно попутно снимаем рапиры нет там еще бабочка 6 то нет уже привет тотальный бабочку за у меня нет мхб не будет скорее пойдем ся развалимся сейчас молодец за это стать что бабочку сделала чё тут грибок нету и никакой z фарме радик но это на x-ray . это жестко парни жестко то попробуй запушить что-то nice жесть но не знаю катка прям ужас ужас такие игры прям тяжело играть когда от тебя особо ничего не зависит хотя стараешься чтобы что-то зависело ура мы наконец-то таких тэшки к этой подходе в принципе мы стене ком за один заход сломаем я так думаю стене ком за один заход можно сломать он наша пацаны там по дефлю сланта давайте попробуем запушить а может и вылезешь я его соло убил он не вылазил я все прожал даже чтобы бэкстебнуть 6 сразу брат влазь еле-еле убили пойдет и одну тэшку заберем чего ай солируем парни хорошо солируем так ночь сейчас двигаться чуть легче за это пришел настоящий нет настоящий я на мид смотрел ты когда во мне сидишь только сюда смотри отвлекает от могли бы сейчас на сларк выбежать уже до рожь вот она комбинациями вот это идти на иксу беге там сразу так но я ничего не могу сделать и и люди работают тут и не на низу когтинику иду там иллюзия брат фарда 5 стоя на 3 как делается парня иллюзия будет как же она дефит и атакует то делается брат виду иду фиолетовый это дум не сольем не сольем а вот так толпой сольем так сольем хорош вот если команда начинает играть прям по кайфу становится гол тэшка смело я пока попробую чем подыскать тасик есть брат но не меня же пойдет целом меня до сайт парень зачем неужели не с пушим надо пуш пуш а нету там никого блин печаль к надо пушить еще по ходу да мне моя задача прыжок сейчас в данной игре просто пока db где мне нельзя скидывать вообще вот туда он кафа каши до тех пор стоит здесь что с моей команды на он еще рапиру по ходу делать ребята здесь и не попробуем тенику спайс уху сделать жесть главное тут не просраться 40 минут играем уже я бы я бы иго гангать если загангаем стороны отпущены парни стороны очень сильно от пуши надо от пуш от пушу иго надо отпушивать если от пуш есть то у нас есть шансы хорошо подраться а именно как подраться выгангать и все будет нормален вот щас тени начал играть чуть полегче стало видите как-то драки начали вперед идти вот об этом я всегда и говорю что дота это командная игра ребят если кто-то не играет в игре очень тяжело становится видите у нас кунка по сути не играет и что-то как-то ну тяжело в каточки да играет каточки тяжело если он будет играть будет немного полегче так на я крип скипну тут я не буду там стоять танковать эти иллюзии просто крип скипнем и все хорошо ларка зацепим вообще по кайфу пару тычек ему и гг тяжко вторую я думаю что заберем на так я пока поищу на x жалко нету с нами интересно варды есть тут и раз на меня действует а варда нету хорошо сколько даггер и дальше еще до минус 2 хорошо норм минус 2 не бойся некор все окей будет надо быстренько забирать т2 и уходить потому что нас кушать будет парень оконка может за дефит я не знаю вон он вроде идет в эфир 1 но он поиграл поиграл можно попробовать центре стоит мне в дэшку зацепить надо так сларк ты пешится да отличный краешь по двоим дай он меня подробно думая снулся он не умирать ни в коем случае нельзя пойдет тушни хватит меня кидать с тобой брат стоп меня кидать б все у нас мид падает смит падает сарион мид просто спушила кунка чё делал все это время вот извращение знакомо о за это забрали да хорошо помиду чё за фигня давайте тревела купим чтобы я мог дать отличный крэш был там по двоим сразу забрали меня тени каждую драку подкидывает не могу вносить урон хорош сейчас travel берем помиду гор а не рез вот стеником уже как-то блин от задушили хорошо сейчас tranquilo разберем пойдет пилочку let's go цеплять вон там за это иллюзии идут там есть еще оега хорошо погнали за кстати байбекнулся сейчас поймаем будет по кайфу блин такая хватка получать знаете немного напряженная тем что не от меня зависит но стараемся подроумить подрофлить 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 говорит подроумливаем так глифа нету никогда я пока на чеке стою все пусть сломает т2 да мы зайдем нагло я думаю заходим но без найкс ваш можно пожалуйста но очень много дамаги уже прилетела почему башни вылетают так тени минусом да только там поймался тоже поди брат к подохлый чайка б но мид тэшку мы забрали да пойдет и минусы у нас но на стороны отпущены хорошо пусть хоть стороны держит на дефе а то он вообще ничего не делает бро пойдет армлет поменяем на что-нибудь на тараску какую-нибудь это можно было если что блин башни стар блин вообще атак спит нужен парни нужно так спит чтобы в дешке можно было подсбить ультимейт видите у него линка еще чайка даже я бы молнию тут собрал наверно чтобы можно было прыгнуть пик 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 за бабочка мкбшка тут нужна еще ужас тараска наверное все равно сделала чтоб можно было дефить такую контуру соло без дэмэджа без получения дэмэджа плюс можно было прыгать спокойно не париться но за это пока работает пока откушиваются стороны плохо сейчас будет мега деф ждем тех его от пушниц чутка и роу они наверно все равно не понимают что бежу жестко конечно так но пока оставляем тупо байбэк парнем тупо байбэк оставляем варда у нас кончились смит у нас крипов очень много ползет вот сюда сейчас попробую на вылазку выйти возможно тут сейчас пойдет сларк сетт палит так но спалился я спарк хорошо хорошо то минус скорее всего успел оба хорошо есть так чайник меня пкб хуя нажал там сет надо ловить поймал у него байбайка нету по миду миду крипы езда скипну хорошо отличная драка ребята вносим вносим думчик на топе хорошо я топ еще скипну надо дефать байбэка там точно нету хорошо ребята там в бэкдор пошли до думаете думал драки не будет ребята сами справиться интересно ребята сами справиться на вроде справляются хорошо я думан на топе убью сейчас знаете что сделаем вот так вот повесим ему щас я думаю я уничтожу щас бакстеп до свидания отлично ух ребятки выпадили такие гонис выпадали таки эту каточку молодцы 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 пацаны красавчики но еще чуть-чуть попать этим нужно еще чуть-чуть ребятки вот такая катка все таки в четверке вышла это на самом деле жесть очень тяжелая для меня катка я не знаю как они проиграли эту игру хотя смотрите сколько раз они умерли блин может я просто так паниковал и на x был на самом деле сильный тащил катку не знаю честно не знаю ребятки судить вам но катка максимально лютая очень нервозная такие катки очень тяжело играть четверки и остается у нас фановая катка ребятки и напишите свое мнение какая катка вам понравилась больше какая катка вам понравилась больше ребятки четверка или все-таки кор катка в этой катке очень нервозно было честно прям чувствуется такой ой там этот на x что-то не доигрывает что-то там бегает, но все-таки выиграли, ребятки. Выиграли. Так что вот такая катка. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас каточка. И сейчас фановая крайняя каточка, которую мы будем тушить на Слардаре. Это, конечно же, катка на Слардаре в минус арморы. Да, это фановая, интересная, секретная каточка. О ней никто не знает. И, конечно же, сейчас мы будем эту вещь делать. Слардар будет у нас в максимальный минус армор. Все, что можно собрать на минус армор, все мы сейчас соберем и посмотрим, что будет. Может, будет интересно. Может, будем убивать кого-то. Но, конечно, если будут там гасты какие-нибудь, то будет немного тяжеловато делать все эти вещи. Но ничего, в целом, я думаю, справимся. Берем сразу Слардариху и погнали. Так, пик сейчас у Сентов. Посмотрим, что они берут. Но нам все равно. Мы берем все равно Слардара у нас по гайду расписание. Ага, открывайте бумажечку, блокнотик у вас там по гайду расписание. Ага, Слардар. Хорошо. О, Легион, кстати, неплохо. Легион будет прикольно. Хорошо. Хорошо. Давай-давай-давай, Слардара. Слардара. Слардара, бери. На мид беги. Не знаю, куда пойдем. На мид или на изи-лайн. Сейчас посмотрим по командам. Что, может, команда моя изъявит желание как-то может пойти на центральную линию и в целом, может, как-то будет вот такая контора. Если нету мидеров, то я пойду. Центр. Оповестил ребяток сразу заранее. Если нету мидеров в команде хороших, то я пойду. Посмотрим, сейчас будет, в общем... Начнем, наверное, с дефолта. Какой-нибудь ПТ, армлет. Потом соберем, возможно, либо Дезоль, либо Медальку. Посмотрим, что по деньгам будет. Либо, если будет хороший ганг, то будем, конечно же, брать Дезоль. Если гангов не очень много будет. Вообще, лучше тут через лотарь играть, мне кажется, прикиньте, как можно будет там... Раз, ударил тычку, пробафал. Блин, да нет, все равно тяжело. Если честно, слишком много получается контроля. Вам нужно кинуть как-то заранее на расстояние, если у вас есть дайвер, кинуть сначала амплификацию, потом кидаете минус армор от Медальки и прыгаете, крашите. Ну, дамаги там очень много, но это на самом деле не так просто, как кажется, потому что все это нужно раскликивать. Слишком много лишнего контроля и очень много времени на эту подготовку. В целом, посмотрим сейчас, какая катка будет. Не буду говорить, на этом героя играет. Минус репик. Минус репик. А, репик нету тут, по-моему. Да, на Ицельке, по-моему, нету репика. Я просто никогда не писал репик. А, да, нельзя писать тут репик. Нельзя писать репик. Или можно? На АПшке точно можно репик делать. На Ицельке вроде нет. Ребятки, это фановая катка, поэтому не рекомендую вам так собираться. Если вы хотите собраться по фану, собирайтесь пятером с друзьями и, конечно же, таритесь так весело, как тарюсь я в пабе. Можно в пабе. Ну, я, если честно, вот сколько на Слардаре играю, еще ни одну катку не всадили. Очень, в принципе, простенький герой. В использовании очень... Ну, простачок, знаете. Такой герой простачок. Так, ну что, гоу. Let's go. Берем вот так вот, значит. Возможно, против Эсефиуса пойдем, да? Ким Диат. Что там написало? Желаю отличного продвижения канала, настроив в игре. Спасибо. Спасибо. Ставим ДНД-эхо сразу. Меня не душили, пацаны. Так, let's go. Вот так вот делаем. Если что, куру дотарим. Куру дотарим. На Слардаре мид я еще не ходил. Не, ходил. С играми, в играх с подписчиками ходил. Почему нет? Вообще, Слардар это не мидер никак. Это всегда четверка. Зачастую, ребятки, напоминаю. Если что, кто не в курсе. Прежде чем писать комментарии, удостоверьтесь в правильности вашего суждения. Как говорится. Или осуждения. Не знаю. Сейчас, наверное, лютая катка будет. Вот этот пацан, наверное, у меня роумень будет. Жестко. Она Сатропост, походу, не умеет, да? Парень на этом, кстати, на Тускари будет кайфовать. Парадмину с арморами ваншотить. Будет по кайфу ему. Будет по кайфу. Хорошо. У нас эсэрт мид, да? 8 тангустов. Брат, там не нужны тебе тангусы. Я тебя харасить не буду. Харасить я тебя не буду. Стоим просто как жесткие такие. Мы рыцарь такой стоит. Защитник даже. Вот так выразимся. Куда ты? Куда? Куда, дядя? Куда, дядя? Я мид. Я забираю эту монету. Собрался. Мне на Соллинг. А мне на Тараску. Между прочим. То есть, такой смысл. Некоторые ребята так думают. Типа, одного там я заберу, типа. Нормально все будет. Сразу переагреваем. О, дедушку там убивают. Душат деда. Дед инсайда душат. Побьем чуть-чуть его. Чего парень не расслаблялся на эсэфе. Что тут будет? Примид? Примид, брат, тут не будет. Я договорился. С крипами они тут примид тебе не дадут. На третьем левеле смело можем его пытаться убивать. У него нету армора. Армора у него нету. Тычкует меня. Тычкует, тычкует. Сейчас ошибется чуть-чуть. Дотычкуется. Стрейфанем. Жалко, что не успел качать. Хорошо душим. Сюда. Так. На тангусах захилимся, я думаю. На тангусах. И сапог берем. Ману, правда, я все просадил. Давайте дождемся, чтобы мана еще была. И не успел, да? Не успел. Оп, хорош. Все, есть, затарились. Регенемся. Качаем первый. Не будем станд убрать. Первое, что сделаем, это, наверное, армлеты. Все остальное потом будем добирать. I save high lead. Не хочу подходить, лишний дамаг принимать. О, он все три квелов сойдет. Ладно. Го на руну сбегаем. Стики есть, можно поесть. О, хорошая руна, кстати. Хорошая руна. Пономит, наверное, нет смысла. Сейчас уже, когда... О, гол, гол на топ. Отлично. А что, у тебя бронесапа нету? Ля, он сон не качает. Го, гол, гол. Джиг. Давай, тускоридус. Хорош. И вот этого пацана тоже. Опа, вон он. А, с ТП. Все, понял. С ТП уходит на базу. С ТП на базу уходит. Правильно такой ганг от Слордара. Почему бы и нет. Каэлиты, каэлиты. Сейчас порегенимся чуть-чуть и заюзаем мангус. И что? Хорошо. Что там у него? 50 маны. А, все, койлов нету. Вы держитесь. Товарищи сэд. Раз койлов нету, вы держитесь. Оп, тычка. И мне тычка от Тавара. Такой размен. Неравноценный. Ну, пойдет. Главное держать его тут в этом. Блин, ну то, что он регенит сейчас ману, это очень плохо. Потому что Скайлок мне будет очень больно взлетать. Прикупает себе он армор. Правильно делает. Потому что, типа, Слордар бьет физикой. Но он даже об этом, в принципе, наверное, не задумывается. Что он там армор купил. Там я, например, в таком лане, думаю, сделал бы сапог. Потому что, типа, страшновато. Все-таки, как-никак, Слордар. Вообще, можно попробовать боттл сделать. На регенах каких-то быть. Ну вот, видели вот этот эффект? Типа, замедло, да? Типа, как бы, вроде достал, но не достал. Все, понял. Я про это говорил на теории. Хорошо, есть. Монетка. Монетка. Так, делай. Раз. Два. Три. Ух, Койл. Не откайтил я. Эх, печалька. Ладно, нормально. Все равно взяли Килинг Спри. Но он взял тоже левела чуть-чуть там. Чуть не левела, а этого золота. Взял. Ну, пойдет. ПТ-шка есть. Просто без хила стою. Плохо без хила. Я мог тут вообще ни разу не сфидить, кстати. Ну, нормально пойдет. Ох, откайтил третий, хорош. Тараканов жалко нету. Сури, встал и стоит. Они заберут. Устанчик вытащить. Хорош. А где-то пешку? Пешку взяли. Можно, кстати, со спины сейчас, как крыса, напасть. Со спины. Крыса со спины нападает. Главное, ПТ-ху подобузить на инту. Погнали. Пешкой. Пешкой. Хорошо, побежали. Побежали. Ты что, меня с Койлов собрался тут убивать? Хорош. Фига себе, он там нормально, кстати, стратегию придумал. От кайлица, типа. Кстати, я на четверке вспомнил, что я урну не сделал. Можно сделать ее здесь, в принципе. Если так, фрагово играть, можно сделать здесь. Там Лего леса колотит еще. Лего, Лего Лайз. Я забыл, что я на четверке не сделал урну. Ну, в принципе, посчитал, значит, ненужным собирать ее там. О, там лево. Лего, пятый лево. Так, давайте баш все-таки возьмем разочек. Мало ли что. А вдруг девчонки, Steam Oral Ice. Знаете, такая тема. А вдруг девчонки, Лего тут будет, да, наверное? Ага, нет. Давайте туда метку поставим. Если что, Лего увижу. Вон он. СФ сколько там, 600, да? У меня хп очень мало. Я очень опасно сейчас, если я попытаюсь его убивать. Очень опасно будет эта тема. Очень опасно. Нифига себе. Все я просрал, Койла, да? Красава. Нифига себе. Давай. Хорош. Хорош. Могу, в принципе, сейчас медальку взять. Но регенов нет. Ормлет делает. Пускай. Руинер. Два крипа заруинил. Хорошо. Все, на базу, гол. Так, ормлетик. Можно, в принципе. Давайте сделаем ормлет, ребятки. Первым артефактом. ТП-шечку. Берем ормлетик. Пол ормлета. Хелм. Берем, потому что это регенерация дополнительная. Это минус сразу. Попа, торентик. Хорошо. Хорош. Я и СФ буду до конца там душить. СФ до конца душить там буду. Хорошо. Можно сейчас в наглую, в принципе, бежать. Даже под Т-шку, я думаю. СФ раская лица. Главное, амплификацию повесить и все. По таврам мне сейчас, в принципе, не страшно. Уже не так больно. Больно, но не так больно. Хорошо. Больно, но не так больно, как должно быть. Больно. На самом деле. А с ормлетом сейчас так и вообще под КД буду работать. Хорош. Филингс прием, пацаны. Душат тоже. Сейчас все, че, языкатка будет? Душат пацаны. Вис там. Берем. Третий. Так, ГА. Хорошо. Пол ормлета. И далее. Минус арморы. Тезоли там всякие. Можно делать. Не знаю, почему армлет первым артефактом решил сделать. Но все-таки какое-то количество хитпоинтов. Плюс армлет гейминг можно здесь играть. По кайфу. Что там с этими тускарами? Виверы, тускары. Что-то вообще жестко, пацаны. СФ-1-6, бедолага. Не ливнул было. Страшно за таких ребят, которые заходят, знаете. Заходят, СФ-оберут. Ну, учатся, может. Ах, сейчас жесть, как хабаны. Армлет добить надо. Два крипа. Хорошо. Армлет два крипа и домой. Два крипа и домой. Сверху на базу. Хорошо. Let's go. Отлично. Армлет имеем. Я уже почти хп зарегенил себе. Зачем на базу иду, да? Скажете вы. Надо еще какие-то другие боковые лайны подушить. Я сделал сейчас дефолтный билд. Сейчас дефолт. И далее либо дезоль, либо делаем медальку на минус арморы. Либо дезоль, либо медальку. Посмотрим сейчас. Без даггера сейчас будем. Через лотар будем играть, скорее всего. Может, или через даггер. Посмотрим. Я по макре, в принципе, одеваюсь. Чего не хватает, чувствую. Ага, вот это надо сделать, чтобы вот это. И покупаешь, и тогда удачно получается. Оба. И сэфа туда же. Ее, стой. Ее, стой. Можно медальку будет сейчас сделать. Я чувствую, так безнаказанно буду ходить тут. Двоих просто убил под армлетом. Или дезоль. Жесть. Вся команда там фидит. Убиваем всех. Всех убиваем. Жестко. Играем, как играем пока. Посмотрим. Кого дропнули? Сэфа. Вот за вот это вот, если честно, блин, приятен, тотальный. За вот это я бы, не знаю, я бы банил, наверное. Максимально по КД. Потому что это он и такой. Сэф, допустим, зашел, как бы, знаете, но не умеет особо играть. Как бы зашел, пофанится, да? А его кикают. Ладно, тем не менее, продолжаем все равно. Продолжаем катку. Лего на миду, но пока чилим. Давайте дезоль попробуем еще сделать. Дезоль. Сэфа, они берут Сэфа и тикат. Ну, я считаю, что это неправильно. Считаю, что это неправильно. Парень может учиться. Учись с ботами, да? Кто-то сейчас как-то рекаит. А вот здесь надо выходить, потому что он здесь будет сейчас. А он же успел убежать. Стой. Ух, снайпер там еще. Сейчас снайпер. Так, вижен даем. Хорошо. Лего задиспелился. Я их зажал тут просто. Но не дадут. Не дадут. Подушить нормально. С этими бот-киками проблем вообще же есть, на самом деле. Гайды тяжелее стало писать. МХ-шники, вот и кики. Лучше бы убрали этот вот и кик, потому что начинают злоупотреблять. Вроде для людей сделали, а получается, что для бестолочей. Хорош. Что там диспейлишься, брат. Я понял. Хорош. Пойдет. Расконтрили. Чуть-чуть пойдет, как говорится. Что, дезольда колотим, наверное. Ну, каточки, походу, тут не будет, ребятки. Поиграем, поживем, увидим, как говорится. Хорошо. Еще раз закрашим сейчас. Хорошо. Погнали. Сейчас в иншентах, наверное, еще задусим чуть-чуть. Побафаем их. Сейчас только подстакиваются, а не вот в этом проблема будет. Ладно, фармим просто. По одному, по два заберем. Есть. Дезольчик почти, парни. Оп, хорош. Большого заберем. Я думаю, заберем на изи. Оп, хорош. Все, есть дезоль. Нормально. Но только не считая того, что все лайны как-то дисбалансно выиграны. Странноватая тема. Странноватая. А через дезоль. Дезоль, ПТ, армлет. Это жесть сейчас. Убейте его, убейте, убейте этого ДК. Наведите балансу. Хорош. Все лайны что-то задышили, пацаны. 0202170214. Чай. Так, дезоль. Хорошо. Все, на мид. Тускар закатывается. О, что есть там? Жесткая драка какая-то. Пойти внести балансы, что ли? Корабль не качал, что ли? Почему? Ну, корабля нету. О, корабль наконец-то. Дуэльку ему туда. Ой, хорош. Тарантино будет, да? Пацаны отбились так и чуть-чуть. А сейчас закончится суета, я подойду, пацаны. Так, долб от Тэшки. Ясно? Не достал. Я, если честно, думал, сейчас двоих закрашу. Удалось. Я думал, двоих закрашу получится. Ну, это получается, но вставочку, да? Еще разок. С дезолем. Выходит селедка с дезолем и начинает карат. Сейчас еще минус армора сделаем. Такой краш, вы видели, какой божественный. Можно замедлять и на вставочку делать. Хорош. Так, две сто есть, да? Го. Медальку еще. Медальку еще сделаем сейчас. Еще зафармим драконозавров. Драконозавров тут. Драконозавров. Хороший. На одном дыхании, так сказать. Так, две четыреста. Медальку давайте. Дувайте. Медалька. Жалко, что капель, конечно, не потная, но вторая была потная. В принципе, это можно по рофлу собраться. Пафаниться. Главное, чтобы ребята там душили, как надо. Помогите ему. Что, вы не хотите ему помочь, что ли? Может, от Легион. Ой, Виверу фулову дает. Сейчас, если ты псих. Хорошо, хоть не проиграл дуэльку. Он уже, наверное, осознал потом, что он это сделал зря. Что он это сделал зря. Ну, ребята там подфармливаются, что-то подкушивают. Снайпер настреливает. Лордара нету? Рядом. Пацаны такие, знаете. А, сейчас типа задушим. Сейчас задушим. Так, у меня есть еще 1300, да? Хорошо. Амплификацию дам. Если что, медальку. И джи-джи. Там просто жесть, сколько минус армора. О, давайте вот первый подопытный. Минус 17. Опс. Минус 24 армора. Парень бегает. Минус 24 армора. Жесть. Рошана может попробовать пойти забрать. Давайте сейчас апнем солярку. Солар возьмем, ребятки. Погнали. Солар. И в Рошана сходим. Ребята там не сдаются. Красавчики. Вот, учитесь. Респект какой надо держать, пацаны. Каточка такая для них тяжеленькая, но они не сдаются. Чисто на характере играют. Вот ребята чисто зашли поиграть в доту, это называется. Мы зашли поиграть в доту. Мы хотим поиграть. Зачем мы должны фэфе писать, да? Тут, казалось бы, тут изи катка, да? Но пацаны вот держатся. Красавчик. Блин, меня бесит, что там за окном. Шумят, кто-то шумит. Причем это не в моем дворе. Соседи там что-то шумят. Тут напрягает очень сильно. Так, ну шо, гоу. Минус 12 армора имеет. Минус 17, брат. Брат, минус 17 армора. Как дела? Жесть. Ну, минус 24 армора. Минус 24 армора, Рошан. Хорош. Да давай уже, сдавайся. Оп, хорош. Сейчас максимальный армор разовьем. Минус. Максимальный минус армор, вот, минус 20, посмотрите. А, на этого я не накину соляр. Но сейчас на обычном крипе прочекаем. На обычном. Минус 37 армора. Крип. Ой, жесть. Минус 37 армора. Хорошо, погнали. Ребятки пидят. Блин, дагерочек все-таки надо, да? Там снайперс этот нарезает. Минус 24. Минус 37 армора, пацаны. Еще кирасу надо сюда добавить. Кираса. Next кираса вообще желательно. Знаете, такой фулл минус армор получается. Фулл минус армор. Дагерочек желательно. Ну, если сейчас повезет, если сейчас подфармим хорошо, возьмем кирасу. Типа фулл минус армор получается. Катка. Фулл минус армор. Можно даже, в принципе, сейчас пойти пофармить. Тут минус армор с Эгисом. Сейчас, наверное, гиперстоун возьмем, да? Да, давайте гипер возьмем. Без даггера. Но слордар без даггера это не слордар. Оп, все, вот так. Две минуты вижен на курьере. Ну, сюда. Хорошо. Ну, напишет потом, где табак? Че так долго, да? Соби масочка прилетела. О, здравствуй, интернет. Здравствуйте, друзья. Как говорится, Аркадий завис. А, все, развис. Хорошо. Снайпер, да? Найперы. Жесть. У меня такой задар лютый. ПТ на силу надо тут держать. Лютый задар. Ну, мне кажется, мы так в наглую не зайдем нафиг. Зайдем. Я лучше пойду дофармлю керасу. И зайду. Там корабли, торренты. Без даггера вообще там не зайти. Давайте лучше керасу добьем уже. Парни. Ребята не сдаются. От хг сидят. Хорошисты. Просто хорошисты. Так, здравствуйте. Можно. Крэш на крозочек. Минус 17. Просто вот медалька и Дезоль минус 17 армора. Вот сейчас там драка, смотри, какая идет. А я тут фармлю стою. Пусть ребята чуть камбэкуют, да? О, жесть. Лего еще живой, но умрет, да? Плохо. Хорошо. Отлично. Ребятки, то, что я делаю, я сейчас делаю максимально неправильно. А именно, я даю своим ребятам такой фит. И оппонентам даю возможность камбэкать. Блин, да что ж такое-то? Даю ребятам возможность камбэкать. Это на самом деле неправильно. Никогда так не делайте. Если вы хотите каточку закончить, вы заканчите. Но я играю на контент. Мне нужно вот дофармить слоты. И типа, ну знаете, на вставочках, как говорится, контент-катка вот такая вот, ребят. Поэтому то, что я делаю, я делаю сейчас неправильно. То, что я фармлю и не заканчиваю игру, ребятки. Фармлю с Айвисом. Поэтому запомните. Так делать не нужно. Там на топе много крипов было. Я их прогулял уже, да, поход? Кура не висит опять. Кираса сейчас будет. Хорошо. Так, почти кираса. 1400 там остается, да? Сейчас 550 и 1400. С Айвисом фармим. Минус 27 армора. Так, минута до Айвиса. В принципе, можно пойти разменять этот Айвис. Так, минута это было. На 24, да, кончается? Можно забежать там, знаете, в самую жопу. Забежать в самую жопу, сдохнуть. Один разок. Ну и второй разок, главное, не сдохнуть. Покатились. Хорош. Хорош. Отлично. Если я тут еще и выживу, это вообще будет нечто. Вот это тут переармлет гейминг произошел. Найс, реализовали Оегу. Жесть. Вот это, конечно, крутотенечко сейчас было. Две тычки легиону. Я успел все набафать на него, и он дает дуэльку. Жесть. Ужас. Вот это круто, конечно, сейчас будет. Так, ну я жду, упадет сейчас Оегис и Крипарес нация дофармливать дальше. Хочется посмотреть таки, на что все-таки способна этот Лордориха. Хорошо, все, восстановился. Есть. Еще сейчас Кираса, прикиньте. Все, минус армор. Минус армор гейминг. Две тычки легионов. Просто две тычки. Хорошо. Ребята, мид ломает, пацаны, там никто не дефит. Некому дефит, да? Лего-1. Бедалага. Бедалага. Есть Кираса, парни. Вот это сейчас будем проверять, сколько армора минусом собрали. Смотрите, какие арка. Сюда бы даггер, да, конечно? Даггер бы, конечно. 30, зато и защиты много, пацаны, и минус защиты много. Так, ну-ка. Минус 32 и минус 42 защиты, парни. У Крипа. Минус 42 защиты. Это жесть. Это жесть. Гоу, закатимся. Гоу, закатимся. Эх, это надо было закатиться просто. Снайпера задушили. Жесть. Минус 42 защиты. Пробиваем любого. Можно так выразить. Назаваем эту катку, пробиваем любого. Опа. Не включаем спринт. Это будет бобошечка. Ждем. Пойдем. Пробивает меня. Минус армор гейминг, брат. Минус 14, хорошо, там еще медальку апаешь. Вообще жесть. Ужас прям. Сейчас, наверное, Лего забайтится, парни. Лего меня не убьет, даже если, ну, нападет так. У меня 600 хп, баши и минус армора очень много. Очень много. Он побоится просто. Лего там. Вон он, вон он. Даггер надо, ребятки. Жесть, как даггер хочется взять тоже. Так, опять я завис. Это лаги, пацаны. Это лаги. Так, ну я пошел даггер фармить. Все-таки даггер вообще никак. Желательно, знаете, как знать, знаете, чтобы пробавить все и потом нападать. 6, 30 армора так снимаем. 22 так просто. Вот 22 армора без ульты. Жестко. Это жестко, парни. Так, полторашечка. Вообще круто было бы лотар сделать, но там видит там вивер. Что, ребята там душатся, да? На кунку кнопку кинуть. На кунку кидаю. Сейчас бы даггер, да, парни? Снайпер душит. Не буду я влазить в эту суету. Хорошо. Упса. Мне даггер надо, сорно, не могу. Эх ты, фермер. Мои крипы. Ля, два крипа забрал. Пейсо. Все-таки даггер нужно, пацаны, чтобы душить. Пацанов продаем вообще жесть. Как на распродаже. 1800. Давайте здесь зафармим, пойдем на топе зафармим. И надо будет бафать и просто прыгать нагло. Вообще изи будет. Жесть, но дамага, конечно, лютая парка. 22. 32. Все, погнали за даггером. Сейчас с даггером будем цеплять жестко. 27 минут, на самом деле, такое, знаете, непонятки. Ребята, нам, кстати, на камбэк собрались. Рассчитывает на камбэк. 42 армора у крипа не хватает. Уважаемый сатир, у вас 42 армора не хватает. Немножко. Жесть. Сатир такой. Где моя защита? У него там минус 42 защиты. Он смотрит на себя. У него, короче, даже трусов нету на нем. Так, все, даггер я купил. Купил даггер на... Тот самый слордар, который купил даггер на 28-й минуте. Бан. Да, пацаны? У нас слордар лох, даггер на 27-й минуте покупает. Где даггер с лордар, да? Так, ну что, теперь самое время, конечно же, пользоваться нашим билдом. Главное не сфидить. Если что, купим сюда либо тараску, либо армлетик. О, там рошан есть. Так, че там с м3, а таггер в снайпер. Ничего себе. Это заявочка на победку. Ничего себе. Внизу вышли, бацан. У них, наверное, здесь фишин стоит еще. Снайпер. Кунку надо. О, две тычки. Бро. Я тебя со спины убиваю, бро. Жесть. Видели две тычки кунки? Сколько у кунки хп? Надо посмотреть. Давайте сейчас посмотрим, сколько у кунки хп. Пойдемте на рошан. И посчитаем, сколько я внес дэмэджа с двух тычек. Минус 42 армора. Это жи жопа. Жи жопа. Это что за катка? Это что такое вообще? Минус 42 армора. Где вы такое видели? На канале Кеназис, конечно же. Ребятки, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Всем респект, кто поддерживает. Минус 32 армора на рошане. Всем спасибо, парни. От души чисто, кто рили топит, кто помогает, кто продвигает, кто по спонсорке подписан, кто просто спонсор, кто просто комментит, кто просто лайкает, кто просто смотрит. Спасибо всем, ребят. Кирилле очень-очень-очень приятно. Спасибо всем. Благодаря вам, в принципе, двигаем первую доту. Ну, не сильно двигаем, но двигаем вперед, ребят. Нельзя сказать, что стоим на месте. Двигаемся, конечно. Двигаемся. Армлет продаем. И пойдем сейчас разносить 1 на 4. 1 на 4 пойдем сейчас. 1 на 4. Хорош. Так, армлеты, тпшка. Это мои вообще артефакты тут лежат. Жесть. Так, шарт можно взять, да? Уфа. А если я возьму после оегиса шарт, лучше так, наверное, сделаем. Хотя, ну, блин, да. Давайте после оеги возьмем шарт. Оега упадет и возьмем шарт. Будет правильно. Надо в кунку прыгать, парни. У него полторы тысячи хп. Я его убил с двух тычек. Вот и считайте, сколько дамаги было. Вот так вот. Жесть. Полторы тысячи хп. Я его с двух тычек убил. Минус 42 армора. Две тычки. Жесть. Это на вставочку. Это просто на вставочку. Если пацаны сейчас подзабайтят, я так хорошо прыгну. Снайпер. Полторы тысячи и тысяча хп. Снайпера, мне кажется, с одной тычки могу убить. Если баш вылетит, это под минус. Да не, не убью, потому что еще дезоль не будет учитываться. Это жестко. Это жестко. Главное еще, чтобы этот Квинхед не душил. Квинхед может подзадушить. Вообще, знаете, что надо сделать? Два арды поставить. Два вардика дефолтных. Хорошо, ребята решили драку делать. Но в этой драке я тоже буду участвовать. Слайн злини. Слайн злини. Лего души, брат. Пацаны, видимо, видят меня, боятся. Может, отойти. Пусть подерутся. Пусть подерутся. Меня боятся. Ну, мид спушили там. Ля, куда туск покатился. Нормально даггером покатил. В котором все. Меня боятся. Просто меня боятся. Ну, говно оглое. О, весь минус армор снял. Весь минус армор снял с себя. Оп, хороший. О, взял на этот. Прикинь, на прицел. Жесть. Пойдемте шар докупать. Все-таки шар надо сейчас брать уже. Лайпера убил. Все-таки надо было шар брать. Ааа, гг что ли? Ласт фф? Не надо, пожалуйста. Дайте шардом еще побаловаться. Это же жестко. Ребятки, еще шард докупаем. Вот эти цифры, если честно, бесячая тема. О, нормальная тема. Все, шард взяли. Хорошо. Шард взяли. Погнали, пацаны. Сейчас посмотрим, что мы сможем. Ох, там Твинхэт вообще задушил. Смотри, минус 2 спокойно сделал. Год лайки снял. Год лайки. Алатара, конечно, не хватает в этом билде. Что, двигаться пока. ДК, топ ломает. А сейчас кто там подходит, первый. Попробуем задушить сразу. Надо, короче, прыгнуть, крашнуть и набафать просто. И все, и бить. Прыгаем, крашем и бафаемся. Это жесткая пара. Лего лотар зашел. Я так нападу. О-о-о-о. Ну, минус армор там есть. Хорош. А для, ты меня на крестах катаешь. Зачем? Плай хорош. Снайпер поливает. Я умер тут. Этого я застанил. Твинхэда. Не попал. Ну, нету даггера, чтобы откатить. 15 армор минусом. Но жестко. Уф. Не, ну тут не пойду я, брат. Не пойду. Ну, жестко. Не знаю, ребят. В принципе, получилось вроде прикольно. С этими минус арморами это, конечно, жестко. Это жестко. Твинхэд, видели, какой крепенький. Не знаю, ребят, судить вам, собираться так или нет. Но, в принципе, вроде получилось крепко. Но на этом я закончу этот гайд, ребятки. Думаю, в принципе, потная катка была. Керри-катка тоже была на вынос. Ну и фановую такую тоже задушили. Ребятки, молодцы. Хорошо сыграли в моей команде. Серьезно, очень прикольно. Жалко, что и Сэфа кикнули. На самом деле, это вообще зашкварно. Не знаю, зачем кикать. Так, и я не бафнул кунку. Я кунку не бафнул. Жесть, там его крипы поддушили. Ой, душнилова, а не катка, ребятки. Вот такая у нас получилась крайняя фановая катка, ребятки. Не забывайте, что Слардар все-таки это очень сильный персонаж. На четвертой позиции, если у вас есть ребята, кто друзья ваши, может быть, какие-то в пабе парни, которые реально сильно играют, там сильная статистика. Не побоитесь вообще Слардару прикупить дагерочек на четвертую позицию и побегать подушить. Будет все просто прекрасно. Не бойтесь иногда уступить какому-то вашему кору, пофармить. Ведь Слардар, он может и драться, в принципе, без артефактов. Основной смысл Слардара это кинуть ультимейт, подстанеть и убежать. Либо еще делать это повторно, повторно и повторно. В принципе, все, друзья. На этом вот такой получился гайд. Обязательно напишите в комментариях, какая катка вам понравилась больше. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Всем спасибо, всем хорошего настроения, ребятки. Ну и все, с вами был Ксеназус. И, как говорится, до скорого.